Господин председатель, господа судни, мы подошли к заключительной стадии процесса, проведенного с исключительной тщательностью и большим искусством. По индивидуальным делам главных военных преступников, посаженных на скамью подсудимых, обвинением уже представлены исчерпывающие доказательства. Мы полностью поддерживаем также обвинения против преступных организаций, правительства фашистской Германии, генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил, руководящего состава Германской национал-социалистской партии, Государственной тайной полиции Гестапо, охранных отрядов Германской национал-социалистской партии СС, Службы безопасности СД и штурмовых отрядов СА. Как установлено судебным следствием, во главе гитлеровской Германии находилась банда заговорщиков, захватившая в свои руки государственную власть и управление всей Германией. Такого рода группа заговорщиков, действовавшая в государстве с многомиллионным населением, в центре огромного государственного аппарата, не могла существовать без целой системы вспомогательных преступных организаций, связывавших заговорщиков с периферии, фюреров с большой дороги, с фюрерами улиц и переулок. Поэтому в гитлеровской Германии действовала под постоянным и непосредственным руководством заговорщиков сеть, наделенных большой властью организаций, руководящей состав НСДАП, Гестапо, СС, СД и другие. Закон 1933 года, которым аппарат фашистской партии был слит с государственным аппаратом гитлеровской Германии, явился открытым законодательным признанием этого факта. Для укрепления связи между правящей бандой и организацией каждый из заговорщиков выступал в нескольких ролях. Был многоликим. Геринг, министр, командующий военно-воздушными силами, уполномоченный по четырехлетнему плану, Рекслейтер, высший руководитель СА, ГЕС-министр, заместитель Гитлера по партии, генерал войс СС и СА. Розенберг, имперский руководитель Национал-социалистской партии по вопросам идеологии и внешней политики, министр и обер-группенфюрер СА, как неотделимый Геринг, министр от Геринга, обер-группенфюрера СА, так неотделимый СС, Гестапо и другие преступные организации от гитлеровского режима. Можно мыслить гитлеровскую Германию без библиотек, без школ, даже без больниц, но гитлеровская Германия без СС и Гестапо существовать не могла. Отражая эту политическую действительность, устав Международного военного трибунала предусматривает две формы соучастия в преступных гитлеровских сообществах. Статья 6-я устава говорит об участии в преступном заговоре, а статья 9-я, 10-я об участии в преступных организациях. Обе эти нормы органически и неразрывно между собой связаны, ибо они в уголовно-правовых терминах отражают то соотношение и ту связь, которые в жизни существовали между заговором и организациями в гитлеровской Германии. Тесно связав указанные две формы соучастия гитлеровцев в международных преступлениях, участие в заговорах и участие в организации, устав Международного военного трибунала с полным основанием установил для той и другой формы соучастия различные уголовно-правовые последствия. Участие в заговоре, который по самой природе своей не может включать очень значительное количество лиц, предусмотрено уставом в качестве самостоятельного уголовно наказуемого деяния. Напротив, вопрос об ответственности за участие в преступных организациях, включавших в свой состав сотни тысяч членов, уставом трибунала решается в ином направлении. Всецело построенный на принципах права и справедливости устав трибунала определение индивидуальной ответственности членов организации, связанное с выяснением виновности множества отдельных лиц, предоставляет компетенции национальных трибуналов. Согласно статье 10-й устава, если трибунал признает ту или иную организацию преступной, то национальные суды вправе привлекать отдельных лиц за принадлежность к преступной организации. В соответствии с указаниями статьи 10-й устава трибунала в СССР, США, Англии, Франции и 18 государствах, примкнувших к лондонскому соглашению, могут, конечно, осудить, но они вправе также прийти к выводу, что подсудимый вовсе не являлся, не является членом организации или лишь формально к ней принадлежал, а на деле был от организации далек и на этом основании вынести оправдательный прыгал. Все эти и им родственные вопросы всецело были и остались в компетенции национальных судов. Эти суды ограничены лишь в одном, принципиально глубоковажном отношении. Если международный трибунал признает организацию преступной, характер такой организации национальные трибуналы не могут ни отрицать, ни даже оспаривать. Указанные разграничения компетенции международного трибунала и национальных судов чрезвычайно существенны для понимания постановлений устава трибунала о преступных организациях. Действительно, именно потому, что трибуналу предстоит решить лишь общий вопрос о преступном характере организации, а не отдельные вопросы об индивидуальной ответственности членов этих организаций, устав и не указывает конкретных признаков понятия организации и не связывает в этом случае трибунал никакими формальными требованиями. Отсутствие в уставе детального определения преступной организации есть, следовательно, не пробел в уставе, а его принципиальная позиция, вытекающая из отмеченного выше факта оставление всей конкретики в ведении органов национальной юстиции. Поэтому попытки требовать для признания организации преступной, наличия тех или иных конкретных признаков, добровольного членства, взаимной осведомленности и тому подобное, не только не находят опоры в уставе, но расходятся со всей его конструкцией. Основная, единственная задача, стоящая перед трибуналом, заключается не в подобных исследованиях, которым занимаются и будут заниматься национальные суды, а в том, чтобы установить один решающий факт, соучаствовала ли организация своими преступными действиями в осуществлении плана гитлеровских заговорщиков. Применительно именно к этой задаче уставом построен и процессуальный порядок привлечения к ответственности организации. Действительно, устав трибунала предусматривает решение вопроса о преступных организациях при непременном условии рассмотрения дела о конкретном представителе этой организации, сидящем на скамье подсудимых. Подсудимые на настоящем процессе являлись одновременно участниками заговора и руководящими членами организации, в отношении которых трибунал должен решить вопрос о признании их преступлений. Следовательно, тот доказательственный материал, который уже прошел по индивидуальным делам подсудимых, является в то же время основным доказательственным материалом в отношении представленных организаций. Те документы, которые были представлены обвинением, с полной ясностью доказали, как названным в обвинительном акте организации, служили постоянным и непосредственным орудием в осуществлении преступных замыслов заговорщиков. Таким образом, в результате судебного следствия преступный характер этих организаций полностью и исчерпывающий доказан. Устав трибунала, в стремлении обеспечить максимальное, всесторонное расследование дела об организации, при помощи радио, прессы и специальных объявлений, приглашал членов обвиняемых организаций представить трибуналу свои объяснения. Трибуналу известно, какое количество лиц, содержащихся в концлагерях, пожелало использовать эту возможность. Образование вспомогательной комиссии обеспечило трибуналу возможность выслушать, возможно, большее количество членов организации, которых впоследствии должны будут выслушать и судить национальные суды. Но вот в результате сложных подготовительных работ, отобранная защитой группой свидетелей, предстала перед трибуналом. Бессильная опровергнуть неотразимую доказательную силу представленных обвинением документальных доказательств, защита решила противопоставить им своих свидетелей. Господа судьи, мы помним этих свидетелей и их показания. Если нужны еще свидетельства того, что ложь у гитлеровца постоянная и неизменная спутница злодеяний, то уже свидетельство Каукмана, Сиверса, Манштейна, Рейнеке, Беста и других может служить тому убедительной иллюстрацией. Эти свидетели в своем усердии объявить преступные организации, руководящими членами которых они сами являлись, договорились до очевидного абсурда. Оказывается, и СС, и Гестапо – это общество избранных, клуб благородных, рыцарский орден. Недаром еще раньше защитник зачислил Розенберга в «Рицаре». Там все блесчут моральной чистотой и все исполнены любви к ближнему. Обер-группенфюрер профессиональных палачей СС ездил спасать евреев от погромщиков и убийц, а генерал Браукич был ярем пацифистом. Получительно при этом, что по показаниям свидетелей чистые и непорочные все без исключения организации, которых обвинительный акт признает преступным. Однако, кто же тогда совершил убийство 12 миллионов мирных граждан? Кто истязал военнопленных и вывез с оккупированных территорий миллионы людей для рабского труда в Германии? Ответчиков, оказывается, нет. Ложь, синичная и кошумственная ложь людей, в слове с которых не остановилась перед убийством, а честь перед лжеприсягой, не заслуживает опровержения. В порядке рассмотрения дела о преступных организациях обвинением были дополнительно представлены разительные документы, свидетельствующие о новых злодеяниях гитлеровских преступных организаций. Факты, непреложные факты установлены. Непреклонная воля закона ясна. Настало время для выводов. На съезде нацистской партии в 1934 году Гитлер заявил, не государство нас создало, а мы создали государство. Возможно, что некоторые нас считают партией, другие организации, прочие еще чем-то иным, а в действительности мы являемся тем, кто мы есть. Настоящий процесс дает исчерпывающий и точный ответ на вопрос, кем были гитлеровцы? Фюрер, во главе преступной банды заговорщиков, выступавших в разных ролях и наименованиях, министры, гаулейтеры, обе группы фюреры и так далее, окруженный сетью созданных ими преступных организаций, захвативших в свои тиски миллионы германских граждан, такова была схематически изображенная политическая структура гитлеровской Германии. Признание названных в обвинительном акте организаций преступными, как и признание наличия заговора, являются поэтому необходимыми условиями торжества правосудия, торжества, которого жаждут все свободолюбивые народы. По поводу отдельных организаций, которые обвинения считают необходимыми признать преступными, я в дополнение к убедительным доводам, высказанным моими уважаемыми коллегами, нахожу нужным сказать следующее. Значит, руководящий состав нацистской партии. В разделе 1, параграфа 4, пункт А, обвинительный акт о заглавленном нацистской партии как цент общего плана или заговора указывается. В 1921 году Адольф Гитлер стал главным руководителем или фюрером германской национал-социалистской партии, известной как нацистская партия, организованной в 1920 году. Нацистская партия вместе со своими воспомогательными организациями стала средством сплочения между обвиняемыми и их соучастниками и инструментом для выполнения целей и задач заговора. Судебное разбирательство полностью подтвердило этот вывод. Многочисленные преступления гитлеровской клики вдохновлялись и направлялись к нацистской партии, движущей силой фашистского заговора. Многие подсудимые и так называемые свидетели защиты говорили, что они являлись националистами, оберегавшими Германию от покушения со стороны других государств. Это очевидная ложь. Только обманщики могут утверждать, что Австрия, Чехословакия, Польша, Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Югославия, Советский Союз и другие свободолюбивые страны покушались на целость и независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются империалистами, для которых основной и решающей целью является захват чужих земель с тем, чтобы обеспечить экспансию воинствующего немецкого капитализма. Они бесстыдно называли себя социалистами. Только обнаглевшие демагоги могут утверждать, что немецкие фашисты, ликвидировавшие все демократические свободы народа и заменившие их концлагерями, установившие рабский труд на заводах и пабриках и восстановившие крепостические порядки в селах Германии и оккупированных ими странах, являются защитниками интересов рабочих и крестьян. И если эти империалисты и реакционеры рядились в тогу националистов и социалистов, то это они делали исключительно для того, чтобы обмануть народ. Сама программа нацистской партии содержала основы плана господства, захвата чужих территорий и основы человеконенавистничества. В одном из ежегодников НСДП, издававшихся под редакцией Лея, говорилось «Программа — это политическая основа НСДП и, следовательно, основной политический закон государства». Все правовые принципы должны применяться в духе партийной программы. После взятия власти фюреру удалось претворить в жизнь основные части партийной программы от основных принципов до деталей. Гитлеровская партия неотделима от гитлеровского правительства, от СССР, Гестапо и других преступных организаций гитлеровского режима, как неотделимы сидящие на скаме подсудимых нацистские вожаки от палачей Освенцима и Майданика, Бабьего Яра и Треблинки. То, чего я достиг, — говорил Гитлер, знает партия, благодаря которой я стал великим и которой, в свою очередь, я возвеличил. Напомню, что 1 декабря 1933 года был издан закон об обеспечении единства партии и государства, в котором указывалось. После победы национал-социалистской революции НСДП является носительницей немецкой государственности и неразрывно связана с государствами. Для обеспечения теснейшего сотрудничества партийных организаций с государственными учреждениями заместитель фюрера назначается членом имперского правительства. Параграф 3 этого закона провозгласил членов НСДП и штурмовых отрядов, включая подчиненные им организации, руководителями и движущей силой национал-социалистского государства. Закон от 1 декабря 1933 года был основной мерой, которая обеспечила руководящему составу преступной нацистской партии полную политическую власть в Германии, так как этот закон устанавливал, что нацистская партия является олицетворением государства. Чтобы склонить на сторону фашистского режима массы и населения, гитлеровцы, наряду со спекуляцией о национальных чувствах и неслыханной социальной демагогии, пустили в ход самый беззастенчивый социальный подкуп. Были созданы крупные организации, союз гитлеровской молодежи, рабочий фронт, штурмовики, эсэсовцы и так далее. Многочисленных членов этих организаций они связали с фашистским режимом не только всевозможными привилегиями и материальными выгодами, но и круговой порукой совместно совершенных преступлений. А против элементов, недовольных режимом, действовала подавляющая машина террора с ее разветвленной сетью сыска, провокации, предательства концлагерей, скорострельной юстиции. Система сочетания руководящих должностей в нацистской партии с руководящими должностями в террористических организациях СС, СД, Гестапо и правительстве способствовала осуществлению планов фашистских заговорщиков, облегчала осуществление планов подчинения и контроля над германским народом и государством. Рейхст-фюрер СС Гиммлер одновременно являлся рейхслейдером МСДАП, министр иностранных дел Риббентроп был генералом СС, а заместитель фюрера Гесс был одновременно имперским министром. Добывшись при помощи своей партии полного контроля над Германией, гитлеровские заговорщики приступили к реализации своих агрессивных планов. В речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года Гитлер заявил, величайшая гарантия национал-социалистской революции заключается в полном внешнем и внутреннем господстве национал-социалистской партии над Германией и всеми институтами и организациями Германии. Все институты находятся под контролем верховного политического руководства. Я уже указывал в заключительной речи, что НСДАП под руководством Бормана превратилась в руководящую полицейскую организацию, находившуюся в самом тесном взаимодействии с германской тайной полицией и СС, что весь партийный аппарат НСДАП был привлечен к реализации преступных агрессивных планов руководителей гитлеровской Германии, что партийный аппарат НСДАП принимал активное участие в мероприятиях немецких военных и гражданских властей по бесчеловечному использованию военнопленных и угнанного в рабство населения, оккупированного немцами территорией. Когда на процессе говорилось о геббельсовской лжи, гиммлеровском терроре и риббентроповском коварстве, это целиком относилось к нацистской партии. Когда обвинение представляло доказательства преступной деятельности Геринга и Гесса, Розенберга и Штрейхера, Шираха и Франка, Шпейра и Заукеля, это были одновременно доказательства обвинения против НСДАП, главарями которой были подсудили. Эти доказательства вполне достаточны, чтобы признать всю нацистскую партию преступной организации, как это понимает статья 9 Устава Международного военного трибунала. Однако обвинение не ставит вопрос об ответственности рядовых членов партии, многие из которых стали жертвой своей доверчивости. Мы ставим вопрос в полном соответствии с обвинительным заключением о признании преступной организации только в отношении руководящего состава нацистской партии, который являлся мозгом, хребтом и движущей силой этой партии, без которой гитлеровские заговорщики не смогли бы реализовать свои преступные планы. Руководящий состав был особой избранной группой внутри самой нацистской партии и как таковой наделен специальными прерогативами. Политические руководители были организованы в соответствии с принципами фюрерства, который применялся не только Гитлеру, но и ко всему руководящему составу. Основа партийной организации это принцип фюрерства, указывалось в организационном уставе НСДАП. Каждый политический руководитель принимает присягу. В соответствии с партийным уставом текст присяги был следующий. Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру. Я клянусь беспрекословно повиноваться ему и назначенным им руководителем. Все политические руководители назначались в порядке специального подбора. Разница была только в том, что одни рейслейтеры, гаулейтеры и крейслейтеры назначались лично Гитлеру. Другие руководители управления отделов гаулей и крейса, а также ордсгруппенлейтеры гаулейтером, а такие политические руководители, как целенлейтеры и блоклейтери назначались крейслейтером. Перед вами, господа судьи, прошли многие из этих рейслейтеров и гаулейтеров. На скрепах судимых сидят рейслейтеры Розенберг, Ширах, Фрик. Вместе с отсутствующим рейслейтером Борманом, Гиммлером, Леем, Геббельсом они составляли руководящую верхушку гитлеровской партии и правительства, и они же были руководителями фашистского заговора. Вот сидит гаулейтер Франкони и Штрейхер, работорговец Заукель, гаулейтер Тюрингии. Вы слышали о палаческой деятельности на Украине Эриха Коха. Эрих Кох был тоже гаулейтером. Гаулейтер Нижней Штири и Юберейтер руководил массовыми расстрелами и казнями в Югославии. Гаулейтер Вагнер сферепствовал в Эльзасе. Гаулейтер Тербовен в Норвегии. Руководитель заграничной организации МСДАП Гаулейтер Бале насаждал и руководил широко разветвленной шпионско-диверсионной террористической сетью за границей, создавал так называемые пятые колонны в различных странах. Декретом от 1 сентября 1939 года 16 гаулейтеров были назначены в качестве имперских уполномоченных по обороне. Позднее, в связи с необходимостью дальнейшей мобилизации военных резервов, гаулейтеры выполняют все более и более важные функции. Каждая гау-область становится областью обороны империи и каждый гаулейтер становится комиссаром этой области. В декретом Совета Министров Обороны Империи от 16 сентября 1942 года было установлено, что в течение войны на гаулейтеров возлагаются особые функции. Во время войны гаулейтеры также занимались вопросами распортирования. Им поручались важные военные задачи. Все отрасли германской военной экономики координировали силы. В конце войны гаулейтеры были командующими кольтштурмом в соответствующих районах. Вспомним, что когда Шпеер был назначен в марте 1945 года уполномоченным Гитлера по тотальному разрушению промышленных объектов, мостов, железных дорог и средств связи, он свою телеграмму направил гаулейтерам, либо на местах руководили разрушением, они руководили разрушением важных объектов. И после всего этого защита пытается представить гитлеровскую партию в виде какого-то благотворительного общества, а ее вожаков в роли дам-патронес пытается запутать ясный вопрос ворохом письменных показаний, собранных в различных тюрмах и лагерях, где содержатся арестованные фашисты. Защитник Серватиус понимает, что доказательная ценность этого вороха письменных показаний весьма сомнительна. И он мобилизует последний аргумент, заявляя, защитник не имел возможности посетить лагеря в Австрии с советской зоны не поступает ходатайств. Но разве после этого показания свидетели защиты стали более убедительны? Разве меняет положение то обстоятельство, что Серватиус не побывал в Австрии. Серватиусу была представлена возможность посещения лагерей в советской зоне оккупации. Он побывал в некоторых лагерях. Он знал, что оправить членов организации подавать заявление в трибунал, оправив искажиться перед трибуналом, публиковалось неоднократно в газетах. Издающихся в советской зоне. И об этом передавалось в параде. Серватиусу это знал и тем не менее пытался вести в заблуждение трибунал. Пытался он это сделать и в других случаях. Когда Серватиус ссылается на распоряжение ГЕСа от 27 мая 1935 года в подтверждение того, что корпуса политических руководителей не существовало, и что якобы само название политической руководителя не было официальным, он умалчивает, что в этом самом распоряжении ГЕСа указывалось, термин политический руководителей само собой разумеется остается в употреблении. Серватиус искусственно увеличивает численность руководящего состава НСДВП до 2 миллионов 100 тысяч человек, чтобы демагогическим приписать обвинению стремление наказать миллионы немцев. В то же время он совершенно бездоказательно утверждает, что из работников аппарата Гаулейтера 140 тысяч были лишь почетными работниками с тем, чтобы укрыть от законной ответственности выданных фашистских вожаков. Матерый фашист Каухман, вызванный защитой к свидетельскому пульту, член НСДП с 21-го года, и Гаулейтер с 20-летним стажем, оказывается, ничего не знал о преступлениях гитлеровских заговорщиков. Он вообще был социалистом и только заботился о благосостоянии населения. Другой свидетель защиты Ганс Вехшейдер, бывший на протяжении 12-ти лет Орцглутенлейтером, в своих показаниях пошел еще дальше. Оказывается, что в течение 12-ти лет у него даже не было времени прочесть Майнканк. Третий свидетель, Мэйр Вендерборд, креслейтер с 34-го года, в стремлении выгородить своих сообщников превзошел даже Кауфмана. Если последний на поставленный ему вопрос «Относились ли блоклейтери и цемиллейтери к политическим руководителям?» ответил утвердительно, то Мэйр Вендборд на этот вопрос ответил «нет». Можно было бы и на других примерах показать несостоятельность позиций защиты, но я считаю, что нет нужды полемизировать с защитой прибегающих свидетелям подобным Кауфману, Венденборну и им подобным. Среди политических руководителей в гитлеровской Германии этот термин, как видно из документа защиты номер 12, был узаконен распоряжением ГЕСа 27 июля 35-го года. В рамках партийной иерархии НСДАП имелась отдельная группа так называемых хохайстрегеров, носителей власти, которая занимала особое положение. В группу хохайстрегеров наряду с гаулейтерами и креслейтерами входили ордсгруппенлейтери, целенрейтери и блоклейтери. Особый характер политических руководителей, являющихся хохайстрегерами, указан в организационной книге уставе НСДАП и специальном журнале под названием Дер-Хохайстрегер, являвшимся секретным для всех, кроме определенного круга, руководящего состава НСДАП, СС и СА. Содержание журнала Дер-Хохайстрегер показывает, что руководящий состав нацистской партии уделял постоянное внимание мерам и доктринам, которые проводились в ходе осуществления фашистского заговора. В 37-38 годах журнал занимался следующим кругом вопросов. Креветнические антисемитские статьи, в том числе небезызвестная аллея, нападки на церковь, об основании необходимости расширения жизненного пространства изофата колоний, о моторизации армии, об использовании нацистских ячеек и блоков для достижения благоприятных для гитлеровцев результатов голосования при проведении плебастита, культфюрерства, расовая теория и тому подобное. Об этом писалось из номера в номер. И после этого защита пытается утверждать, что руководящий состав нацистской партии не был осведомлен о планах гитлеровских заговорщиков. Нацисты всячески пытаются сейчас открещиваться от компрометирующей связи с Гестапо и СД, но ведь эта связь неоспорима. Еще 26 июня 1935 года Борман издал распоряжение, в котором указалось для того, чтобы осуществить более тесный контакт между органами партии и ее организациями и руководителями государственной тайной полиции Гестапо, заместитель фюрера просит, чтобы руководители Гестапо в будущем приглашались на все крупные митинги партии и ее организации. В другом распоряжении от 14 февраля 1935 года за подписью того же Бормана указывалось, поскольку успех работы партии в основном зависит от работы СД, недопустимо, чтобы размах ее зависел от нападок, вызванных в связи с провалом отдельных лиц. Наоборот, ей нужно от всего сердца помогать. в распоряжении трибунала имеются многочисленные доказательства тягчающих преступлений, в которых принимали участие весь руководящий состав нацистской партии, начиная от рейслейтеров и кончая блоклейтерами. Я напомню только о некоторых из них. Осуществляя планы гитлеровских заговорщиков по порабощению народов Югославии, рейслейтер округа Петтау при помощи Орцгруппенлейтеров и блоклейтеров уничтожал все надписи, таблицы, плакаты и так далее, написанные на славянском языке. Этот фашистский правитель дошел до того, что поручил группенлейтерам позаботиться о том, чтобы славянские надписи были срочно и без остатка удалены также и со всех икон, часовин и церквей. В письме от 13 сентября 1944 года адресованном всем рейслейтерам, гаулейтерам и крейслейтерам Борман сообщал о соглашении с ОХВ по поводу сотрудничества партии при использовании рабочей силы военнопленных. Поэтому писалось в этом указании офицерам, принимающим участие в делах военнопленных данное распоряжение сотрудничать в тесном контакте с Хохайстрегером. Комендантам лагерей военнопленных приказано немедленно командировать офицеров связи в распоряжении к рейслейтерам. Каковы были результаты этого сотрудничества и как использовались военнопленные в Германии известно. Приказом Геринга 27 марта 1942 года в связи с назначением Заукеля генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы предусматривалось, что Заукель пользуется правом отдавать распоряжение также органам партии ее составных частей и примыкающих к ней организаций. И Заукель использовал это право. Как писал Заукель в своей программе изданной в день рождения фюрера, он с согласия фюрера и господина рейсмаршала, а также начальника партийной канцелярии назначил всех гаулейтеров Германской империи своими уполномоченными. Задачи гаулейтеров были сформулированы приказом Заукеля следующим образом. обеспечение бесперебойного взаимодействия всех государственных, партийных, военных и хозяйственных инстанций для достижения максимального эффекта в области использования рабочей силы. 25 сентября 1944 года Гиммлер издал совершенно секретную директиву об укреплении дисциплины и производительности иностранных рабочих. В этой директиве Гиммлер обязан партийных руководителей предприятий особо тщательно наблюдать за настроениями иностранных рабочих. Для этой цели необходимо тесное сотрудничество партийных, государственных и хозяйственных инстанций с Гестапо. Далее в этой директиве указывалось, что все работающие на предприятиях члены НСДАП по указанию Крейслейтера и через Орстгруппенлейтера обязываются самым решительным образом следить за иностранными рабочими и о своих наблюдениях неукоснительно сообщать партийным руководителям предприятий для дальнейшей передачи этих наблюдений уполномоченным Аббера. Там, где не было постоянного уполномоченного Аббера, сведения передавались Орстгруппенлейтеру. Директива Гиммлера предусматривала, что в интересах единого политического руководства уполномоченные контрразведки должны работать в сотрудничестве с руководителями гестапо, которые по мере надобности собираются крейслейтерами. Вот в чем заключалось политическое руководство крейслейтеров и Орстгруппенлейтеров. Эти шпионские функции выполняли и блоклейтери. Об этом прямо говорится в организационной книге НСДАП. Блоклейтери должны выявлять всех тех, кто распускает вредные слухи и докладывает Орстгруппенлейтер, чтобы он соответствующим образом сообщил государственным властям. Блоклейтер был проводником национал-социалистского мировоззрения среди политически доверенного ему населения и членом фашистской партии. Он вербовал членов Гитлер-Югенд, СА, СС, ДАФ, Германский трудовой фронт. Он обеспечивал посещение национал-социалистских выступлений, участие в демонстрациях и так далее. «Блоклейтер ведет непрерывную национал-социалистскую пропаганду». Каков бы был характер этой пропаганды, хорошо всем известен. «Мы снова хотим оружия», писал Гитлер. «Поэтому все, начиная от буквы «ребенка» и до последней газеты, каждый театр, и каждое кино, каждый стол для плакатов и каждая свободная доска для объявлений должны быть поставлены на службу этой единственной большой миссии». Не всякий немец знал эти слова Гитлера, но каждый немец знал блоклейтера своего района, и этот блоклейтер непрерывно распространял фашистскую заразу, отравляя сознание людей, способствуя выполнению общих планов гитлеровских заголовщиков. Блоклейтеры были маленькими фюрерами, но и они пользовались весьма реальной властью над гражданами, проживавшим в их районе. Конечно, блоклейтеры не разрабатывали планов агрессивных войн, но они сделали очень многое, чтобы эти планы стали реальностью. Они были также очень важной частью нацистской партии, являвшейся центром фашистского заговора. Вот почему мы настаиваем на признании преступной организации группы руководителей нацистской партии всех больших и малых фюреров, рейхслейтеров и гаулейтеров, креслейтеров и рзвуклейтеров, целенлейтеров и блоклейтеров всего руководящего состава чудовищного механизма фашистской диктатуры. Охранные отряды СС в ряду других преступных организаций, созданных германским фашизмом, так называемым охранным отрядом гитлеровской партии Шутченштафелем или согражденный СС должно быть отведено особое место. С названием СС связаны наиболее тяжкие преступления германского фашизма, массовые убийства в концлагерях, беспощадные расправы с мирным населением и военнопленными, изуверские массовые акции. В основном именно ССовцы должны были практически осуществить планы Гитлера и его клики об уничтожении народа. Гиммлер, являвшийся рейсфюрером СС, часто называл ССовцев черным корпусом. Точно так же Дас Шварцекор. Черный корпус называлась официальная газета ССовцев, орган рейсфюрера СС. Это был не случайный термин. Вся система СС, начиная от так называемой альгемейной СС, общих СС и кончая лагерной охраной и войсками СС было построено действительно как особый корпус уверенных в безнаказанности преступников, специально обученных и воспитанных в духе наиболее жестоких и бесчеловечественных гитлеровских теорий. Главным фашистским заговорщикам нужны были массовые кадры для совершения убийств миллионов людей, порабощенных народом, для захвата территорий и практического осуществления так называемой германизации. Эти задачи и выполняли члены СС. Организация СС возникла и стала как претерианская гвардия Гитлера, как организация погромщиков и убийц. Она осталась такой же на всем протяжении своего существования. В числе других доказательств советским обвинением был предъявлен номер газеты Das Schwarzgore от 20 августа 1942 года с опубликованной в нем редакционной статьей о заглавленной «Германизировать ли?» Содержащиеся в этой статье программные установки Гиммлера настолько важны для уяснения существа СС, что я позволю себе вновь привести небольшое извлечение из этой статьи. Рейхсфюрер СС дал следующий лозунг «Нашей задачей является не гармонизировать Восток в старом смысле этого слова, то есть привить населению немецкий язык и немецкие законы, а добиться того, чтобы на Востоке жили люди только действительно немецкой германской крови». Эта статья была опубликована для сведения всех ССовцев в тот период, когда преступный германский фашизм был еще уверен в победе и уже приступил практически к истреблению миллионов людей. 4 октября 1943 года на совещании группенфюрера в СС в Познании создатель СС Гинлер говорил об уничтожении евреев Европы. Я опускаю цитаты из этой речи, так как вчера моим уважаемым коллегой сэр Дэвидом Файф она была оглашена. Я не буду останавливаться на истории СС. В связи со сказанным выше можно лишь упомянуть о том, что возникшие еще в 25 году охранные отряды 20 июля 1934 года специальным указом Гитлера были возведены в ранг самостоятельной организации гитлеровской партии именно после совершенных эсэсовцем 30 июня 1934 года политических убийств. В приказе Гитлера сказано, ввиду доблестной службы СС особенно в связи с событиями 30 июня 1934 года возвожу СС на положение независимой организации внутри нацистской партии. История развития СС в системе гитлеровского государства свидетельствует о все большем и большем сращивании СС так называемых общих СС так и войск СС с полицейским аппаратом Гестапо СД организация с группами и зондеркомандами осуществлявшими массовые акции фильтрации в лагерях и так далее. Этот процесс получил завершение в секретном приказе Гитлера 17 августа 1938 года когда объясняя причины по которым 17 июня 1936 года он объединил должности начальника германской полиции и рейфюрера СС Гитлер указал посредством посредством назначения рейфюрера СС и начальника германской полиции при Министерстве внутренних дел 17 июня 1936 года я создал основу для объединения и реорганизации германской полиции посредством этого мероприятия Шутценштадтелин национал-социалистов который находился под руководством рейфюрера СС и начальника германской полиции вступила в тесную связь с германской полицией только в этой теснейшей органической связи с наиболее жестокими специально предназначенными для истязания и истребления людей полицейскими органами созданными германским фашизмом может быть правильно понята роль СС это обстоятельство безуспешно пыталось опровергнуть защитой организация СС она стремилась представить перед судом состоявший из ряда совершенно независимых отделенных друг от друга непроницаемыми перегородками клеток альгемейный СС общих СС Баттен СС войск СС Фемшунгунструте СС особых отрядов дивизии Тодекоп Мертвая голова оказывается что ни одно из этих соединений и отделов СС кроме малой части Тодекоп никакого отношения не имеет к полиции и концлагерям так же как к проводимым Гитлером, Гиммлером, Гейдрихом, Кальтербрунером полицейским акциям и другим техчайшим преступлениям гитлеровцев в итоге по мнению защиты единственным соучастником в преступлениях этих палачей явились гестаповцы Мюллер и Эйхман и начальник управления Д. ВСС Поле получается что именно эти 7 человек убили и замучили более 10 миллионов людей в ряду уже известных трибуналов лжесвидетелей такие свидетели защиты СС как бывший высший фюрер СС и полиции оберапшкнита Мюнхен и обергруппенфюрер СС барон фон Эберштейн генерал-полковник войск СС Хаусер начальник отдела укомплектования войск СС Брилл или ССовские судьи Рейника и Морган по праву должны занять одно из первых если не первое место по беззастенчивости той лжи в которой они прибегали для того чтобы попытаться выгородить СС и ССовцы однако даже ложь имеет свои пределы доведенная до предельных степеней она не только не могла помочь преступникам но изобличила их с головой и мне кажется что суд по достоинству должен был оценить показания суди ССовского резерва Моргана описывающая один из наиболее жестоких концлагерей ССовцев Бухенвальд как почти санаторий для заключенных с хорошим питанием спортивными площадками легкой работой на свежем воздухе и большой библиотекой неумной лжи свидетелей защитников СС противостоять полностью изобличающие преступную организацию документы этой лжи противостоит также неопровержимая логика фактов фактов тягчайших преступлений организаторами и исполнителями которых являлись члены всех звеньев и организаций СС Ко времени начала войны организация СС состояла из следующих важнейших звеньев так называемых общих СС альгамейных СС в которых ССовец проходил общую подготовку прежде чем быть направленным в войска СС или в ту или иную полицейские организации общие СС были резервуаром из которых черпали пополнение специальной организации германского фашизма тайная государственная полиция гестапо служба безопасности СД управление концлагерей группа Д и другие войск СС которые являлись в действительности отнюдь не теми далекими от каких-либо полицейских действий гвардейскими частями бывшей немецкой армии какими столь усиленно стремилось их представить защита и подсудить к войскам СС относились в числе других частей те учреждения по поводу преступного характера которых не посмели возражать даже защитники СС лагерные комендатуры войск СС осуществлявшие массовое уничтожение мирных людей и военнопленных в концлагерях именно в Афен СС которым относились также полицейские полки СС были в основном теми частями которые осуществляли уничтожение населенных пунктов и деревень совершили неисчислимые преступления на территории временно оккупированных районов Советского Союза и стран Восточной Европы в системе СС были включены хозяйственные управления СС ведавшие концлагеря управление по укреплению немецкой народности практически осуществлявшие гнусные теории расизма и все полицейские организации гитлеровцев в том числе такие как и зацгруппы и зондеркоманды вряд ли стоит полемизировать с утверждением защиты по поводу того что якобы связь СС и полиции была чисто внешней и объяснялась личной унией Гиммлера известно какое внимание уделял Гиммлер тому чтобы все чиновники полиции являлись членами тех самых общих СС которые являлись резервума и цементирующим ядром всей СС полицейской системы германского фашизма в числе других доказательств суду уже представлено письмо Гиммлера Кальтербруннеру от 24 апреля 43 года о порядке приемов члены СС чиновников СИПО полиции безопасности в том случае если подающий заявление в СС подходит в расовом и идеологическом отношении если имеется гарантия в отношении числа его детей здоровья всего рода и сам он не является больным дегенератом этому позорному черному корпусу германского фашизма была отведена исключительная роль в осуществлении преступных планов германского фашизма выродкам в СС форме потерявшим всякое представление о человеческой морали не только гарантировалась безнаказанность за преступления им повседневно внушалось что именно они являются тем полноценным расовым слоем который составит основу будущей в великой германской империи так заявлял им Гиммлер так заявляли рейхслейтери и гаулейтери возведенные Гиммлером высшие звенья СС и в зависимости от оценки рейсфюрером СС их деятельность повышаемые по СС иерархии министр настанных дел фашистской Германии Риббентроф не только не стыдился того что приравнен в СС званием к убийце полю или грабителю и палачу глобочнику он был весьма гордо этим я всегда буду считать за особую честь принадлежать к этому гордому корпусу фюрера имеющему решающее значение для будущего нашей великой германской империи писал Риббентроп в письме Гиммлеру по случаю производства его из группен фюреров в обе группы фюреры СС так одна и та же система СС объединила коменданта Треблинки унтершарфюрера Курта Франца изобретателя душегубок унтерштурмфюрера Беккера ССовского экспериментатора над живыми людьми хаупштурмфюрера доктора Рашера и имперского министра обе группенфюрера СС Риббентропа на совещании группенфюреров СС в Познании Гиммлер говоря о единстве СС и полиции заявил я непрестанно кое-что прибавлю к этому всегда ищу обруч который бы дал возможность все это соединить горе если этот обруч будет недостаточно крепким и начнет расходиться тогда будьте уверены все вернется за короткий срок к ничтожному прошлому я думаю что мы отвечаем за это перед Германией так как Германия нуждается в этом ордене СС по крайней мере на следующие столетия заканчивая речь он говорил когда война будет выиграна тогда я вам уже говорил об этом начнется наша работа из этого ордена из этого верхнего расового слоя германского народа должно рождаться самое большое количество потомств в течение 20-30 лет мы должны давать Европе руководящий слой если СС совместно с крестьянами и мы совместно с нашим другом Бакке начнем заниматься заселением Востока великодушно без всяких ограничений не спрашивая ни о чем с размахом и революционным напором то в течение 20 лет мы продвинем границу народностей на 500 километров на Восток мы будем диктовать Восток у нашей законы мы будем пробиваться вперед и постепенно подойдем к Уралу в краткой речи невозможно перечислить тягчайшие преступления совершенные сессовцами да это и не нужно так как представленные доказательства освежил память и суда я кратко остановлюсь на некоторых вопросах касающихся ответственности отдельных групп СС в связи с возражениями сделанными защитой общий СС в какой бы из специальных организаций СС не состоял член СС он прежде всего являлся членом общих СС и исключение из них влекло для него потерю должности и всех связанных с этим благ в связи с этим я остановлюсь на одном из документов представленных советским обвинением при предъявлении материалов о преступлениях гитлеровцев в отношении советских военопредников в данном случае речь идет о материалах следствия произведенного эсэсовскими чиновниками по поводу как сказано в материалах инцидента происшедшего при проведении особо режимной операции что означал последний термин суду хорошо известный в данном случае некий гауптштурмфюрер СС Кальбах обследовавший так называемый воспитательно-трудовой лагерь советских военнопленных в Бередичеве решил умертвить 78 советских военнопленных состояние которых в протоколе допроса начальник лагеря СС штурммаршфюрер Кноп характеризуется следующим образом они были исключительно тяжелоранены у одних отсутствовали обе ноги у других обе руки у третьих отсутствовала одна какая-либо конечность только некоторые из них не имели ранения конечностей но они были так изуродованы другими видами ранений что не могли выполнять никакой работы то обстоятельство что советские военнопленные не могли быть использованы для работы явилось единственным основанием для их умерщвления исполнение приговора было поручено трем ССовцам СС унтершарфюреру Палано СС тело многих сотен людей однако случилось так что 28 раненых советских военнопленных в то время когда их везли на казнь оказали героическое сопротивление палачам убили двоих и разбежались в связи с этим было назначено следствие причем командир отряда СС в Бердичеве обвинялся конечно не в том что решил убить 78 невиновных больных людей а в том что допустил возможность побега я сослался на этот материал не для того чтобы восстановить в памяти один из бесчисленных эпизодов ССовских зверств на территории временно оккупированных районов СССР но для того чтобы процитировать весьма характерный текст предупреждения об ответственности за ложные показания к которому прибегали перед началом допроса производившие следствие СССР там сказано поставлен в известность о существе предстоящего допроса мне указано что ложные показания с моей стороны повлекут за собой наказание и исключение меня из СС вступая в общий СС будущий член этой преступной организации принимал особую присягу в тексте который был сказан я клянусь тебе Адольф Гитлер фюрер и рейхсканцлер повиноваться до смерти тебе и тем которых ты назначил для того чтобы командовать мною и где бы ни служил СССР умерщвлял ли он людей треблинки и освинцами или мучил допрашиваемых за стенках гестапо он оставался прежде всего самым собою тупим и безжалостным членом общих СС знающим лишь две обязанности слепое повиновение фюреру и рейхсканцлеру и безоговорочное исполнение любых преступных приказов войска СС в Афин СС войска СС зародились из так называемых лейбстандартов личной охраны Гитлера и дивизии мертвая голова действующих главным образом в концлагерях во время войны в войска СС вошли в числе других соединений частей лагерные комендатуры непосредственно осуществлявшие уничтожение миллионов людей и проведение в жизнь режима предельного изнурения заключенных перед умерщвлением а также полицейские дивизии и части уже это простое перечисление составных частей в Афин СС свидетельствует об их преступном характере советским обвинением предъявлен в качестве доказательств приговор военного трибунала 4-го украинского фронта и сообщение чрезвычайной государственной комиссии о звездствах немецко-фашистских западщиков в городе Харькове и Харьковской области из которых видно что за истребление более 20 тысяч человек мирных граждан Харькова расстрелы и сожжение заживо военнопленных ответственной ССовской части и в частности дивизия СС Адольф Гитлер под командованием обергруппенфюрера Гитриха и дивизия СС Мертвая голова под командованием обергруппенфюрера войск СС Симона в городе Киеве за время немецкого господства было замучено расстреляно и отравлено в душегубках более 195 тысяч мирных граждан причем значительная часть их была уничтожена частями СС за что согласно сообщению чрезвычайной государственной комиссии ответственен бывший командующий войсками СС на юге России и на Украине генерал-майор Кроенфельд генерал-лейтенант войск СС Ютнер и другие представители войск СС в городе Ровно и Ровенской области немцы уничтожили 102 тысячи человек о том как совершалось СС от смерти преступления свидетельствует в числе других солдат 4-го эскадрона 17-й кавалерийской дивизии СС Адольф Митцке по приказу командира полка штандартфюрера Сехендера вместе с другими солдатами полка производившей расстрелы мирных жителей в том числе женщин и сожжения деревьев в ноте министра иностранных дел Союза СС Молотова от 27 апреля 42-го года предъявленной трибуналу под номером СС 51 приводится следующее основанное на подлинных немецких документах описание зверств кавалерийской бригады войск СС в районе города Торопца я цитирую ноту при разгроме частями Красной Армии в районе города Торопца в январе 42-го года кавалерийской немецкой бригады СС среди западченных документов найден отчет первого кавалерийского полка названной бригадой об умиротворении им Староблинского района Белоруссии командир полка докладывает что наряду с 239 пленными отрядом его полка расстреляно 6504 мирных жителя причем в отчете указывается что отряд действовал на основании приказа по полку за номером 42 от 27 июля 41 года командир флорова полка той же бригады фон Магил докладывает в своем сообщении о проведении усмирительной припятской операции с 27 июля по 11 августа 41 года мы выгнали женщин и детей болота но это не дало должного эффекта так как болота не были настолько глубоки чтобы можно было в них утонуть на глубине в один метр можно управляющим большинстве случаев достигнуть грунта возможно песка в том же штабе обнаружена телеграмма номер 37 командира кавалерийской бригады СС стандарта фюрера конному отряду названного 2-го кавалерийского полка от 2 августа 41-го года в которой объявляется что имперский фюрер СС и полиция Гимлер считает число уничтоженных мирных жителей слишком незначительных указывает что необходимо действовать радикально что командиры соединений слишком мягки в проведении операций и приказывает ежедневно докладывает число расстрелок подобной этим примером была преступная деятельность частей войск СС на территории Югославии Польши и других временно оккупированных немцами стран Восточной Европы я хочу напомнить суду о тех многочисленных материалах предъявленных суду советским и британским обвинениям которые характеризуют преступления совершенные на территории Югославии дивизии СС Принц Евгений в частности я напомню сообщение Югославской государственной комиссии номер 29 о злодеяниях этой ССовской дивизии там содержится описание того как ССовские солдаты члены тех самых вафт НСС которые здесь называли немецкой гвардией сжигали и заживо население целых деревень в том числе женщин и детей я напомню также показания генерал-майора войск СС Августа Шмидт Кубер содержащихся в них описанием того как по приказу командира 1-го батальона СС Каасарера были заперты в помещении церкви в Кривой реке мирные люди а затем здание церкви взорванное я позволю себе сослаться на известный также трибунал объявление офицеров этой дивизии о массовом расстреле заложников и убийство военнопленных на суде была оглашена строго секретная директива Гиммлера на основании которой части в АФНСС уничтожили тысячи населенных пунктов городов сел и деревень во временно оккупированных немцев в районах Советского Союза в этой директиве Гиммлер писал цель которая должна быть достигнута заключается в том чтобы после того как украинские области будут эвакуированы там не должно быть оставлено ни одного человека ни одной голови скота ни одного центнера зерна ни одной железнодорожной линии ни один дом не должен остаться целым Не должно быть ни одной шахты, которую можно было бы эксплуатировать в течение ближайших лет. Не должно быть ни одного неотравленного колодца. Враг должен найти страну полностью выжженной и разрушенной. В Афен-СС, исполняя преступные приказы Рейхсфюрера СС, приказ Гиммера 10 июля 1943 года, угоняли в немецкое рабство население целых районов, сгоняя украинских и русских детей в особые концентрационные лагери для детей. Так называемые в Афен-СС были в первую очередь отборными частями СС, подавляющей части состоявшим из добровольцев, в том числе и из членов общих СС, призванных практически осуществлять преступные планы Гитлера и его клики. В попытке защиты и обвиняемых объявить их немецкой гвардией, далекой от каких-либо полицейских функций и не обогревшей руки в крови невинных людей, являются противоречащими, неумолимым и бесспорным фактам. Мы не утверждаем, что среди солдат Афен-СС совершенно не было призванных по мобилизации. Вопрос о степени виновности отдельных лиц – это вопрос компетенции национальных судов. Однако войска СС в целом являются органической частью общей системы учреждений и организации СС и, безусловно, преступлений. Штурмовые отряды СС. Штурмовые отряды, штурм аптейлинг или ОСА, были первой ударной силой в руках заговорщиков, первой массовой военной и террористической организацией, созданной ими. Они были организованы Гитлером еще в 1921 году при полной поддержке мечтавшего о реванчерих сферах. Ядро ОСА составили люди типа Штрейхера и Рема, зоологические антисемиты, шовинисты из числа сторонников завоеваний жизненного пространства, оставшиеся неудел, офицеры и солдаты развитой кайзерской армии. В отряды штурмовиков были собраны, с одной стороны, наиболее реакционные реванчистские элементы. С другой стороны, в ОСА потянулись авантюристы, соблазненные декоративной стороной этой преступной организации и почуявшие возможность участвовать в погромах и грабежах. С самого начала ОСА являлась строго добровольная организация. Этот принцип сохранился неизменным на всем протяжении развития штурмовых отрядов. От Мюнхенского путча 1923 года до захвата власти гитлеровцами в 1933 году ОСА оставались верным орудием в руках гитлеровской фашистской клики, обеспечивающей ей власть над улицей и устранение политических противников. На виду с СС штурмовые отряды являлись составной частью гитлеровской партии. Это было официально объявлено в постановлении от марта 1935 года и тоже значилось в организационном уставе гитлеровской партии. Общественность никогда бы ничего не узнала из волнующих речей и пропаганды нашей маленькой фракции в Рейхстаге или из стремлений задач партии, если бы она не слышала шаг марширующих частей СА и их боевых песен, писал штурмфюрер СА Бауэр в своей брошюре СА. Но немецкая общественность слышала не только марширующий шаг СА и их боевые песни. Значительно более ощутимо воспринимались ею удары резиновых дубинок, выстрелы в политических противников и погромы в рабочих порталах. Основная ценность СА для главных фашистских заговорщиков заключалась именно в этой функции СА, как орудия погромов и терроров. В период борьбы за власть и в последующее время штурмовики были прежде всего орудием грубого насилия, средством устрашения и истребления политических противников. Это положение весьма откровенно было выражено Геббельсом в речи, произнесенной им в 1935 году. Он говорил тогда, внутренние политические оппоненты не исчезли по каким-то никому неизвестным тайным причинам. Нет, они исчезли потому, что движение наше располагало самым сильным движением в стране, и этим самым сильным оружием являлись отряды СА. В суду памятны показания свидетеля Гизевиуса о терроре со стороны штурмовиков на улицах германских городов, о погромщиках в форме СА, избывающих, убивающих, глумящихся над достоинством человека и превращающих штабы СА в дома пыток. Правда, ко времени прихода гитлеровцев к власти уже вполне оформилась другая террористическая организация, ставшая основным исполнителем их предначертаний и наряду с СА резервом, той громадной полицейской машины, которую создал германский фашизм. Это были СС и окружавшие Гитлера коричнево-рубашники, должны были несколько посторониться для того, чтобы пропустить к верхушке гитлеровского аппарата черный корпус СС. Во широком использовании СА как резерва политической полиции говорит официальный биограф Гернера. Он отмечает, что создавая Гестапо, Гернер включил в состав этой одной из наиболее опасных преступных организаций германско-фашизма. Многих членов СА как лиц наиболее надежных в политическом отношении. Суду уже были предъявлены материалы, свидетельствующие о том, что наряду с эсэфферцами члены СА после прихода фашистов к власти составили команды охраны концлагерей. Пописывая концентрационный лагерь в Ораньбурге, штурмбанктура РСС Шеферц говорит о том, что самые проверенные и смелые члены СА были выбраны для того, чтобы работать в лагере, то есть они были постоянной стражей лагеря. Таким образом, мы создавали кадры опытных стражников, которые всегда были готовы к тому, чтобы действовать. Мне кажется, нет нужды останавливаться на том, какой режим обращения заключёнными существовал в этих лагерях, и как вели себя в концлагерях штурмовики, выполняя в них роль палачей. Штурмовики непосредственно осуществляли первые антисемитские погромы. Это подтверждается в числе других документов, предъявленных обвинений, подлинными отчётами командиров частей и подразделений СА. Наряду с эсэфферцами СА воспитывалось в духе того же звериного антисемитизма, который в конечном итоге получил завершение созданием Треблинки и Хелма. Однако при анализе преступного характера организации нельзя упустить ещё одну важнейшую функцию СА, выполненную ими в общем плане развития гитлеровского заговора. СА были той организацией, под прикрытием которой было произведено массовое обучение чисто военных кадров для Вермахта, призванных впоследствии осуществить планы агрессии гитлеровцев. Эта преступная деятельность выполнялась в соблюдении максимальной конспирации от окружающего мира. В дополнение к моим инструкциям от 11 июля 1933 года, я же нахожу нужным просить все власти СА быть чрезвычайно осторожными в отношении любой публикации относительно службы СА, не только в общей прессе, но также и в сообщениях и газетах отдельных частей СА. Только за последние несколько дней Министерство внутренних дел по просьбе Министерства иностранных дел издало строгую инструкцию всем германским властям относительно того, чтобы был проведен строжайший контроль над всеми публикациями, которые могли бы дать повод другим странам указывать на нарушение Германии в условиях Версальского договора. Этот секретный приказ начальника штаба СА целиком опровергает утверждение защиты о мирном характере штурмовых отрядов и о чисто спортивном характере их деятельности. Сама организационная структура штурмовых отрядов с их бригадами и полками носила чисто военный характер. С самого начала возникновения под руководством наиболее реакционных офицеров Рейсферта, замкнувшихся с гитлеровцами, отряды СА приступили к подготовке кадров для будущей войны. В последующее время, после захвата гитлеровцами власти, СА стали орудиям массовой военной подготовки и одетые в форму СА офицеры Верхмахта занимались в них строго военным обучением штурмовых отрядов. Руководители СА хорошо понимали место, отведенное им в осуществлении планов гитлеровской агрессии после захвата власти. По этому поводу уместно напомнить суду небольшое извлечение из статьи, опубликованной в органе штурмовых отрядов боец СА 6 января 1934 года. Боец СА, следуя воле фюрера, должен оставаться защитой национал-социалистской революции перед врагами могущества и должен стоять там навсегда потому, что еще перед нами стоят новые гигантские задачи. Они практически не могут быть осуществлены без активного участия и сотрудничества штурмовых отрядов. Тот, что сделано до сих пор, а именно захват власти в государстве и уничтожение всех элементов, которые повынны углубительны для страны в последствиях в послевоенные годы. То есть, последователи марксизма, либерализма и капитализма, уничтожение этих людей, это только предварительная задача, это трамплин для того, чтобы сделать прыжок к выполнению настоящих, больших национал-социалистских задач. И на всем протяжении последующего развития гитлеризма ЭСА было верным оружием в руках преступной гитлеровской крики. В период войны членам ЭСА было специальной директивой вмененого обязанности следить за военнопленными и восточными рабочими, не допуская никакого ослабления, установленного в отношении их зверского, человекоистребительного режима. Члены ЭСА внесли охранную службу в ряде рабочих лагерей. Одно из наиболее массовых преступных организаций гитлеровской партии. Активная преступная деятельность ее членов, за исключением Союза ветеранов и лиц, вовлеченных в спортивное общество ЭСА, в результате судебного следствия в полной мере доказана. Штурмовые отряды немецкой фашистской партии, деятельность которых является весьма значительной частью истории преступлений гитлеровского режима, безусловно, должны быть признаны судом преступной организации. Гестапо. Гестапо было создано под судимым Герингом 26 апреля 1933 года, убитно с его прусским премьер-министром и первое время Геринг лично им руководил. Постепенно руководство политическими полициями федеральных земель сконцентрировал в своих руках имперский руководитель СС Генри Гиннер. Законом от 10 февраля 1936 года Гестапо было объявлено общеимперской особо полицейской организации. Указывая 17 июня 1936 года, Гитлер назначил Гиммлера шефом германской полиции, узаконив таким образом, достигнутой к этому времени персональную унию между СС и полицией в целом. В своем первом приказе 25 июня 1936 года о структуре германской полиции, Гиммлер той же персональной унии назначил шефом полиции безопасности, объединявший в своей системе гестапо и уголовную полицию шефа СД Лейнгарта Гейдриха, преемником которого стал после уничтожения Гейдриха подсудимый Кальтербруно. В 1939 году в результате укрепления руководящей роли СД в общей системе безопасности нацистского государства и в целях дальнейшего соподчинения полиции безопасности единому руководству была произведена реорганизация центральных органов безопасности, выразившаяся в объединении Главного управления безопасности СС и Главного управления полиции безопасности в рамках единого ССовского полугосударственного полупартийного аппарата Главного управления интерской безопасности РСХ. Существовавшие до тех пор в составе Главного управления полиции безопасности Управление тайной государственной полиции, известное в то время под сокращенным названием гестапо, превратилась в четвертое управление РСХА. Задачи гестапо в общей системе органов безопасности Третьей империи были четко определены в свое время тем же Гейдрихом в статье, опубликованной в немецком журнале «Германская полиция», определяя роль СД как политической разведки нацистской партии и государства, в обязанности которой входило выявление и изучение с целью информации нацистского руководства, политических настроений, тенденций и течений как внутри, так и вне империи, задачу органов тайной государственной полиции он видел в конкретном выявлении и обезвреживании политически враждебных и неблагонадежных для фашистского режима элементов. Выполнению этой кардинальной программной задачи нацистского государства служила вся система центральных территориальных, панитарных и специальных органов и формирований гестапо. Выполнение этой задачи требовало самого тщательного, индивидуального отбора сотрудников гестапо. Они подбирались из числа наиболее опытных кадровых чиновников, общей полиции и администрации, надеялись зарекомендовавших себя фанатическими приверженцами гитлеровского режима, а также из штатных сотрудников СД, назначавшихся, как правило, на руководящие должности в гестапо. Из письменных показаний бывшего начальника 6-го управления РСХ, Вальтера Шерленберга, установлено, что 75% чиновников гестапо являлось членами СССР. Таковыми они либо уже приходили в гестапо, либо вступали в СС, начав свою службу в этой карательно-террористической организации. Число сотрудников гестапо в период 43-45 год доходило до 40-45 тысяч. Такой штат, говоря словами фушет, позволял гестапо иметь везде глаза, чтобы видеть, и везде руки, чтобы схватывать. Преступная деятельность гестапо не ограничивалась пределами имперской территории. В период подготовки планов агрессии на органы гестапо была возложена организация совместно с СССР одной из первых оперативных групп, Эйзацгруппы, предназначенной для действий на территории Чехословацкой Республики. С началом военных действий тайная государственная полиция в соответствии с заранее разработанным и утвержденным планом выделила часть своих кадров в распоряжении вооруженных сил, в составе которых они образовали, так называемую тайную полевую полицию. В формировании последней выполняли в войсках действующие армии функции, присущие гестапо и уголовной полиции в Рейхе, и кроме того, широкие полицейские карательные функции, направленные против мирного населения и партизан в районах боевых действий. С самого создания тайной государственной полиции ей было предоставлено широкое право вне судебной репрессии против элементов, угрожавших нацистскому государству и партии. В одной из основных форм подавления этих элементов было использование права превентивного ареста и превентивного заключения, которым на протяжении своего существования широко пользовались органы гестапо, как на территории самой империи, так и в присоединенных Германии и оккупированных ею областях. Гестапо превентивного заключения были пользующиеся широкой и мрачной известностью немецкие концентрационные лагеря. Заключение в концлагерь происходило по простому письменному распоряжению шефа полиции безопасности СД Гейдриха, а впоследствии подсудимого Кальтербрунера или начальника 4-го управления РСХ Мюллера. Во многих случаях распоряжение о заключении в концентрационный лагерь давал личный рейсфюрер СС и шеф германской полиции Гейнер Гиммлер. Никогда подвергавшийся превентивному заключению, не знал, на какой срок мучения и издевательства он обречен, срок заключения всецело зависел от произвола гестапо. Даже в тех случаях, когда гестапо бросает человека в концлагерь, заранее определял срок его заключения, было строжайше запрещено сообщать его как заключенному, так и ему близким. Эти концлагеря явились прообразом возникших в период рассказывания гитлеровской агрессии лагерей уничтожения, названия которых с содроганием будут вспоминать грядущие поколения Майданы, Косвинцин, Треблинка и многие другие. В качестве карательного, экзекутивного аппарата нацистского государства, тайная государственная полиция была тесно связана с нацистской партией. В приложении к декрету имперского и прусского министра от 20 сентября 1936 года недвусмысленно сказано, что особые задачи полиции и безопасности требуют самого тесного и полного взаимопонимания с сотрудничеством и с гаулейтером НСДАП. При ознакомлении декретом от 14 декабря 1938 года о сотрудничестве партийных инстанций с тайной государственной полицией легко усматривается самый тесный контакт между различными организациями фашистских заговорщиков, в частности между Гестапо и руководством нацистской партии. Подсудимые ГЕС и Борман постоянно заботились о поддержании тесного контакта партии с ГЕСТАПО. Участие ГЕСТАПО в подготовке агрессии. Как я уже говорил, ГЕСТАПО наряду с другими преступными фашистскими организациями принимало самое активное участие в подготовке захвата территорий других государств. Список, включавший 4000 имен югославских граждан, составленный в 1938 году и захваченный в мае 1945 года в отделении ГЕСТАПО Мари-Бори, с несомненностью свидетельствует об участии ГЕСТАПО по своей линии подготовки зафата Югославии. Из показаний одного из югославских квислингов Драгомира Иовановича, бывшего начальника сербской полиции при немцах, установлено, что руководящие круги фашистских заговорщиков заранее планировали органы гестапо в Югославии. Согласно выработанному плату между проживавшими в Югославии и немцами заблаговременно были распределены полицейские посты. Советским обвинением был предъявлен трибунал документ. За номером СССР-509, из которого также видно, что еще до зафата фашистами Чехословакии органы Главного управления имперской безопасности планировали развертывание деятельности СД и ГЕСТАПО на территории этой страны. Из доклада чехословацкого правительства усматривается и другая форма участия ГЕСТАПО в подготовке агрессии. Главное управление имперской безопасности забрасывало в Чехословакию своих агентов для убийства антифашистов или их похищения и вывоза в Германии. Факт участия органов ГЕСТАПО в разработке планов агрессии подтверждается также рядом документов, говорящих о том, что еще до своего вероломного нападения на СССР гитлерские палачи составляли списки, разыскные книги и собирали необходимые сведения о руководителях государственных органов и общественных деятелях, которые по их планам подлежали уничтожению. Так ГЕСТАПО совместно с СД и головной полицией были подготовлены для этих преступных целей особая разыскная книга СССР, германская разыскная книга, списки по выявлению местопробивания и другие подобного рода разыскные книги и списки. Преступная деятельность ГЕСТАПО по подготовке и развязыванию агрессии внутри самой Германии и в западных государствах уже достаточно освещена моими уважаемыми коллегами, а поэтому я перехожу к вопросу о преступлениях гестаповцев на временно оккупированных гитлеровцами территориях СССР, Югославии, Польши и Чехословакии. Генерал Родринкл, what's the reference to that German intelligence guide, lists of persons whose residence must be determined? УССР-3 is what I've got. Is that the right reference? СССР-3. Three? СССР-3. Three, совершенно правильно. Mm-hmm. СССР-3. Преступления, содеянные гитлеровцами с помощью исполнительного полицейского аппарата на временно оккупированных ими территориях Чехословакии, Югославии и Польши, имеют многие общие черты. Различные органы ГЕСТАПО были тем экзекутивным исполнительным аппаратом, который осуществлял большинство этих злодеяний. Первая же массовая акция по уничтожению польской интеллигенции, задуманная Франком и одобренная Гитлером, так называемая операция АП, была непосредственно выполнена гестаповцами. Именно сотрудники гестапов, привлекавшие в помощь отряда эсэсовцев, под руководством начальника эсэсовцев и полиции в Польше, оберруппенфюрера Крюгера и бригаденфюрера Штрехенбаха, уничтожили при проведении этой зверской массовой операции несколько тысяч польских интеллигентов. Согласно постановлению Франка 9 октября 1943 года, те, получившие зловещую славу так называемой штанда Герихта, которые были созданы для подавления нападений на германское строительство генерал-губернательства, также состояли из сотрудников тайной полиции, то есть гестапо. Именно гестапо в Польше осуществляло жестокие репрессии в отношении священнослужителей. Уже до января 1941 года убив около 700 священников и заключил 3000 священников в концентрационные лагеря. Как это вполне доказано материалами, представленными советским обвинением, гестапо на территории Польши создало особый пункт массового уничтожения еврейского населения. В отличие от таких лагерей уничтожения, как майданники и освинцы, подчиненных административно-хозяйственному управлению СС, тайный пункт массового уничтожения людей в Хелмнах, где было уничтожено с помощью душегубок 340 тысяч евреев, был создан и непосредственно подчинен гестапо и назывался зондеркоманда Кунго. Эта гестаповская зондеркоманда инспектировалась начальником гестапо города Лодзи в Раутхвишет. Равным образом гестапо создало прообраз всех последующих лагерей уничтожения Треблинку. Реферат Эйхмана, осуществлявший уничтожение евреев в Европе, используя для этого систему лагерей уничтожения, отдела ДСС находился в системе гестапо и Эйхман был непосредственно подчинен начальнику гестапо Мюллеру. В Польше гестаповцам было уничтожено 3 миллиона 200 тысяч евреев, в Чеславии 112 тысяч евреев, в Югославии 65 тысяч евреев. Гестапо осуществляло на территории оккупированных немцами стран Восточной Европы преступную систему заложничества и коллективной ответственности, произвольно расширяя круг подвергающихся жесточайшим репрессиям людей. Так, например, тайная полиция совместно с подсудимым пранком издала известные распоряжения о массовых репрессиях в отношении семьи саботажников, где было сказано о том, что следует расстреливать на месте не только сфаченных преступников, но и кроме того казнить одновременно всех мужчин из рода, женщин же из этого рода, старше 16 лет, отправлять в концлагеря. То, что происходило в Польше, является характерным не только для этой страны, но в точно такой же степени для Чехословакии и Югославии. В Чехословакии лишь через тюрьму гестапо в Бурно в период оккупации прошло 200 тысяч человек, из них освобождено было только 50 тысяч, а остальные убиты или посланы для медленного умерщвления в концлагере. Постановлением 9 марта 1942 года гестапо получило право превентивного заключения в протекторате. Еще до начала войны тысячи чешских патриотов, в особенности докторов, учителей, юристов, священников и так далее, были арестованы. Кроме того, в каждом районе записывались лица, подлежащие аресту, как заложники при первом признаке беспорядка в общественном строе и безопасности. В 1940 году Карл Ганс Франк заявил в речи к вождям движения национального единства, что 2000 человек-заложников, находящихся в концлагерях, будут расстреляны в том случае, если видные чешские деятели откажутся подписать заявление о лояльности. После покушения на Гейдриха многие из этих заложников были казнены. В 1939 году Гестапо созвало директоров и заведующих складами и различных чешских промышленных фирм. От них были отобраны следующие подписки. Я принимаю к сведению то обстоятельство, что я буду немедленно расстрелян, если фабрика прекратит работу без вложительной причины. Подобным же образом преподаватели чешских школ должны были давать в Гестапо особые подписки, ручаясь за лояльное поведение своих учеников. Гестапо осуществило беспримерное по своей жестокости злодеяние, истребив население деревни Лидице и уничтожив саму деревню. В исключительно жестоких формах осуществлялся полицейский террор на территории Югославии. Для подтверждения этого может быть приведено следующее небольшое извлечение из сообщения номер 6 Югославской государственной комиссии по расследованию военных преступлений. Группа заложников была повешена в целье, в цели, на крючьях, на которых мясники вывешивали мясо. В Мари-Боре каждые пять из обреченных жертв были вынуждены класть расстрелянных заложников в ящики и грузить на грузовые машины. После этого пять человек расстреливались, и следующие пять были обязаны продолжать погрузку. Так продолжалось беспрерывно. Улица Содна в Мари-Боре была вся залита кровью, как шесть грузовиков. К трибуналу предъявлены многочисленные документы о массовом расстреле заложников, подписанном соответствующими начальниками территориальных отделений тайной полиции. Я не буду подробно останавливаться на содержании этих документов, полагая, что они достаточно памятны суду. Преступления гестапо на временно оккупированной территории СССР. В судебном следствии полностью доказаны те техчайшие преступления, которые были совершены гестапо на временно оккупированной советской территории, где они действовали либо в составе оперативных формирований «Эйнзацгрупп», «Эйнзацкоманд», «Зонберкоманд» и «Полиции безопасности», либо в составе тайной полевой полиции, укомплектованной чиновниками гестапо и уголовной полиции. Как правило, чиновники гестапо во всех случаях выполняли роль непосредственных исполнителей бесчеловечных экзекуций и массовых акций, действия под общим политическим руководством сотрудников СД и при содействии чинов других видов полиции, а также отрядов в АФНСС, широко используемых для этих целей. На суде установлены многочисленные случаи массовых убийств и истязаний мирных граждан СССР органы Гестапо. В качестве примера я ограничусь описанием только отдельных характерных фактов. В одном лишнем баршоп в городе, в Бязьме, по приказанию начальника Гестапо было замучено и убыто несколько тысяч мирных советских граждан. Фашистские избыльки не только убивали свои жертвы, но и заставляли их самих предварительно рить себе могилы. В деревне Зайчики в Смоленской области гестапоцы согнали в один дом 23 старики, женщин и детей, подожгли дом и сожгли живыми всех находившихся в них. В рижских психиатрических больницах гестапоцы уничтожили всех находившихся там душевнобольных. Как можно увидеть из сообщений чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских зафатчиков в городе Ровно и Ровенской области гестапоцы практиковали массовые убийства людей в ответ на каждый акт сопротивления немецким зафатчикам. Когда в ноябре 43-го года в городе Ровно был убыт неизвестным лицом немецкий судья, гестапоцы расстреляли свыше 350 заключенных, содержащихся в Ровенской тюрьме. О применении гестапоцами для истребления советских граждан в душегубах известно из сообщений чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских зафатчиков. В городе Краснодаре, в Краснодарском крае гестапоцы, действовавшие в составе оперативных групп, истребили посредством отравления окиси углерода свыше 6700 советских граждан, в том числе женщин, стариков и детей, находившихся на излечении в больнице города Краснодара, а также арестованных, содержавшихся в тюрьме гестапоцами. На окраине города Краснодара в большом противотанковом рву было закопано несколько тысяч трупов советских граждан, отравленных газом и сброшенных туда гестапоцами. В Ставропольском крае было умерщвлено путем отравления газом в душегубках 54 тяжело больных детей, находившихся на излечении в санаториях курорта Тиберда, а также 660 больных в Ставропольской психиатрической больнице. О том, какого рода истязания применялись гестапоцами, можно составить себе представление по показаниям гражданина Ковальчука из Ставропольского края. Гестапоцы допрашивали только ночью. Для допроса вызывали в отдельную камеру, где были устроены специальные приспособления для пыток, в том числе цепи с поручнями для закрепления рук и ног, прикрепленные к центрному полу. Арестованного предварительно раздевали до гола, клали на пол, руки и ноги заковывали в цепи, а затем избывали резиновыми палками. Иногда на спину жертвы клали доску и сверх этой доски тяжелыми гирями наносили удары. Камера пыток была устроена таким образом, что когда арестованного пытали, то остальные арестованные, сидевшие в соседней камере в ожидании расправы, могли наблюдать за питками и истязаниями. После пыток заключенного, потерявшего сознание, современные инквизиторы бросали в сторону, а следующую жертву волокли в камеру в большинстве случаев уже в полусознательном состоянии. Неслыханные истязания при допросе допускались гестаповцами даже в отношении женщин. Я привел только один пример. Такие истязания при допросах чрезвычайно широко применялись на оккупированных территориях Советского Союза. Применение средневековых пыток при допросе имело место на основании специальных приказов Главного управления имперской безопасности начальника гестапо Мюллера. В одном из этих совершенно секретных приказов начальство получает подчиненных. Третья степень может состоять из следующих элементов. Очень простая диета, хлеб и вода, жесткая койка, темная камера, лишение сна, истощающая муштра, розги. Неслыханным издевательством и преследованием подвергались со стороны гестаповцев также интеллигенция, в том числе видные деятели науки и искусства, находящиеся на временно зафаченные немцами в советской территории. Преследование представителей интеллигенции со стороны гестаповцев проводилось по заранее разработанному плану. Например, еще до зафата немецкими войсками города Львова отряды гестаповцев имели списки виднейших представителей львовской интеллигенции и предназначенных к уничтожению. Тотчас же после занятий немцами города Львова начались массовые аресты и расстрелы профессоров, врачей, юристов, писателей и артистов. Не считаясь человеческим достоинством своих жертв, гестаповцы прибегали к самым изощренным истязаниям арестованных ученых, а затем расстреливали их. Произведенным после освобождения города Львова частями Красной Армии от немецких оккупантов, расследованием было установлено, что немцами было убыто свыше 70 виднейших деятелей науки, техники и искусства, трупы которых гестаповцы были сожжены. Боясь ответственности, фашистские шахалы щетно пытались скрыть факты истребления львовской интеллигенции. Гестапо участвовал также в истязаниях и убийствах военнопленных. На судебном следствии была оглашена директива 4 управления РСХ от 17 июня 1941 года о действиях отрядов полиции и безопасности ССД в лагерях для военнопленных. Вы имели возможность также познакомиться с директивой Мюллера от 9 ноября 1941 года всем органам гестапо о выбрасывании трупов умерших по пути следования к месту казни военнопленных. В распоряжении трибунала находятся письменные показания бывшего работника гестапо Курта Линдорфа о казнях советских политических комиссаров и военнослужащих евреев, а также приказ начальника полиции и безопасности ССД местным органам гестапо о направлении некоторых категорий бежавших из лагеря военнопленных офицеров в концлагерь Маутхаузен для проведения мероприятий Кугель-Куля. Суду известен приказ командования 6-м военным округом от 27 июля 1944 года о том, что западщенные бежавшие военнопленные лишаются своих прав и передаются в распоряжение органов гестапо, а также приказ Кейтеля от 4 августа 1942 года для вооруженных сил, в котором говорится, что принятие мер против отдельных парашютистов и групп парашютистов относится к компетенции органов СД и гестапо. Органы гестапо оказывали активное содействие угону в немецкое рабство десятков тысяч мирных граждан, временно оккупированных Германией территорий, осуществляли жесточайшие репрессивные меры в отношении этих людей по прибытии в Германию. Так, 16 декабря 1942 года начальник гестапо Мюллер в своей телеграмме сообщал, что гестапо может арестовать около 45 тысяч евреев для пополнения рабочей силы в концлагерях. В директиве от 17 декабря 1942 года Мюллер пишет об этом в отношении 35 тысяч евреев. В секретном приказе от 18 июля 1941 года Мюллер инструктировал органы гестапо о необходимых мерах предотвращению волнений среди иностранных рабочих. Особенно ужасна преступная деятельность гестапо в уничтожении евреев. Из-за федевида Вильгельма Гетля от 7 ноября 1945 года устанавливается, что гестапо истреблено около 6 миллионов евреев. В сообщениях чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств на территории СССР и других документах приводятся многочисленные факты, истязаемые всякого рода надругательств и массовых убийств гестапоцами евреев. Судебное следствие полностью подтвердило предъявленные обвинения о преступной деятельности гестапо. Как орган массового кровавого террора, гестапо должно быть признано преступной организацией. Служба безопасности, СД. Служба безопасности обычно обозначалась в официальных полицейских документах гитлеровцев условным наименованием СД. Она возникла как глубоко законспирированная шпионско-партийная ССовская организация германского фашизма. Организатором СД наряду с СС был Гиммлер. СД было тем тайным аппаратом системы СС, который после зафата власти гитлеровцами наиболее быстро сросся с полицейскими органами, поставил на руководящие посты в тайной полиции кадры, созданные в системе СД и охранных отрядах, играя как до момента организации РСХА, Главного имперского управления безопасности, так и после этого решающую роль в системе политического осведомления и превентивного уничтожения нежелательных гитлеровцами элементов. СД состояла наиболее близко к центральному штабу преступных гитлеровских заговорщиков, руководству гитлеровской партии. Поэтому именно СД наиболее активно участвовала в разработке тех полицейских мероприятий, которые неизменно сопутствовали всем планам гитлеровской агрессии. СД, как будет показано ниже, создала первые эйзацгруппы, возглавила эти разбойничьи организации германского фашизма, организационно подготовила те злодеяния, которые были совершены впоследствии на оккупированных территориях Польши, Югославии, Советского Союза и других государствах. Пытаясь освободить эту преступную организацию от ответственности, защита начала спор о значении самого термина СД. Мы понимаем, зачем понимает защита этот терминологический спор. Он нужен ей за тем, чтобы попытаться поддержать версию Кальтербрунера об СД, как о строго ограниченной своих функциях внутри германской службы информации, чуждой каким бы то ни было полицейским функциям. Этот спор защита возбудила для того, чтобы признав лишь наиболее видимую часть преступной деятельности СД спрятать за общей информацией о настроениях в отдельных кругах остальные осуществлявшиеся СД, как верхушкой полицейской ССовского аппарата, политические и полицейские функции. Между тем, фактически СД являлась широко разветвленной шпионской организацией германского фашизма, активно способствующей осуществлению преступных планов агрессии, оперировавших как в пределах самой Германии, так и на оккупированных территориях и за рубежом. Кадры СД наряду с гестаповцами составляли основной руководящий костяк Инзацгрупп. Причем сотрудникам СД в руководстве Инзацгруппами всегда принадлежала ведущая роль. Дополняемые задачи могут быть подразделены на первое, общую информацию, оплатывающую буквально все, как указывалось в официальных документах СД, жизненной области, фашистского рейха, все правительственные учреждения и общественные круги фашистской Германии. Второе. Специальные задания связаны с разработкой особых картотек и списков, преимущественно по странам, в которые готовилось вторжение. В эти картотеки и списки заносились именно лиц, которые должны были быть подвергнуты особому режиму, физически уничтожены или заключены в концлагере. Укомплектование состава специальных преступных организаций, непосредственно осуществлявших планы гитлеровцев по уничтожению нежелательных им политических элементов и интеллигенции на оккупированных территориях и проводивших зверские экзекуции и акции. Весь состав СД состоял из эсэсовцев. Это и понятно, так как СД была дочерней организацией СС и до последнего момента называлась СД при Рейсфюрере СС. В широко разветвленную систему СД входили третье управление РСХ, АМТ-3, внутренняя политическая разведка, а также политическая разведка на оккупированных территориях. Шестое управление РСХ, АМТ-6, служба заграничной разведки, возглавленная одним из ближайших, предлеженных Гиммлера Вальтером Шиленбергом, показания которого хорошо известны суду. И седьмое управление, АМТ-7, которое иногда называли отделением идеологической войны, включавшее кроме того ряд весьма важных вспомогательных учреждений, составлявших аналитический аппарат заграничной и внутренней разведки СД. Для опровержения положений выставленных защитой я хотел бы обратиться к одному документу, характеризующий истинное положение СД в системе полицейского и эсэсовского аппарата гитлеровского режима. Я говорю о документе о заглавленном использовании СД в случае Чехословакии. Документ имеет гриф «Секретно государственной важности» и датирован июнем 1938 года, то есть более чем за 9 месяцев до захвата Чехословакии. Он был захвачен Красной Армией в берлинских архивах СД и представлен труду трибунал советским обвинением. Содержание этого документа не оставляет никаких сомнений во-первых в том, что СД активно участвовало в разработке и осуществлении планов преступной гитлеровской агрессии, и во-вторых в том, что именно СД явилась инициатором и организатором «Эндацгрупп». Здесь у меня далее приводятся выдержки из этого документа. Они памятны трибуналу, они сохраняются тексты моей речи, я опускаю их. Вся территория Чехословакии в соответствии с территориальной структурой СД в самой Германии заранее разделялась на крупные оберапшниты и мелкие унтерапшниты, территориальные единицы, для каждой из которых подготавлялись и комплектовались особые «Эндацгруппы» и «Эндацкоманды». В тексте документа можно прочесть о том, что была запланирована организация оберапшнитов, Прага, Богемия, Моравия, Силезия, Ватгаль и другие. Укомплектование штатов «Эндацгруппы» и «Эндацкоманд» целиком относилось к компетенции СД. В тексте документа по этому поводу сказано. Укомплектование штатов-органов должно пройти с учетом следующих требований. Требований самой СД, требований экономического порядка. Была разработана целая программа подготовки агентов «Эндацкоманды» из внешних сотрудников и судецких немцев. Предусматривалось также использование подходящих лиц немецкого происхождения, проживающих в Чехословакии. Причем специально отмечалось, что следует иметь в виду, что, несмотря на все меры предосторожности, много таких лиц в нашем распоряжении не окажется, так как при известных условиях значительное число им будет арестовано, убезено или убито. Подготовленные на территории Германии эйдацгруппы должны были быть сконцентрированы в германско-чешской границе для того, чтобы одновременно с вторжением войск двинуться на территории Чехословакии. В тексте документа здесь также приводятся задачи, которые ставятся перед этими эйдацгруппами. Я особенно обращаю внимание на следующее, страница 55-я. В цитируемой документе говорится особенно, карточки должны иметь пометки референтов, как, например, арестовать, ликвидировать, отстранить от службы, наблюдать, конфисковать, полицейский надзор, лишение паспорта и тому подобное. Составление картотек и всякого рода справочных изданий, которые заносили имена, подлежащие физическому уничтожению людей, западшенных на временно оккупированных немцами территориях, вообще относилось к тишлу неотъемлемой функции СД. Непосредственно физическое уничтожение осуществлялось затем гестапо или специальными отрядами эсэсовцев, зондеркомандами или полицией и порядками. Готовя нападение на Советский Союз, Сотрудники СД также тщательно разработали целую серию справочных изданий и разыскных списков, в которые были занесены представители советской интеллигенции, политические деятели, подлежавшие уничтожению согласно зверским директивам гитлеровских преступников. Приложение номер два к оперативному приказу номер девять начальника полиции и безопасности и СД, датированном 17 июля 41 года, сказано о том, что задолго до начала войны с Советским Союзом службой безопасности были составлены германская разыскная книга, списки по выявлению местопробивания, особая разыскная книга СССР, в которую занесены советские и русские, которых следует считать опасными. Из тех же гейдриховских директив мы знаем о том, как намеревались поступить гитлеровские преступники с этими опасными советскими русскими. Все они без приговоров судов на основании приказов 8 и 14 главного имперского управления государственной безопасности от 17 июля и 29 октября 41 года должны были быть уничтожены зондеркомандами. Такая же преступная работа была проведена СД перед началом вторжения в Югославию. Советским обвинением была предъявлена трибуналу разыскная книга, составленная относящимся к СД так называемым немецким балканским институтом. Эта книга включала свыше 4000 имен югославских граждан, которые при нападении на Югославию должны были быть немедленно арестованы. Составленная СД книга была передана исполнительной полиции, то есть гестапо, которая и должна была непосредственно осуществить адрес. Книга была обнаружена в регистратуре гестапо. Марио Боре, причем имела следующий гриф, сделанный сотрудником СД, поименованных в тексте лиц, нужно арестовать, немедленно извести мерска об исполнении задачи. Этот институт СД дал специальную подрывную работу готовя в Югославии агентов пятой колонны. Сотрудник СД, доцент университета в Грации Герман Иблер, составил по этому поводу специальную работу, заглавленную Десрейхис Дзюндрец, снабженную грифом строгосекретным и содержащую список агентов пятой колонны в Югославии. Именно СД осуществляло политические провокации за границей. Это вынужден был признать при допросе его представителем советского обвинения, бывший начальник полиции безопасности СД Кальтергрун. Даже он не мог отрицать свою подпись под письмом к Риббентропу по поводу осигнования Министерства иностранных дел одного миллиона туманов на подкупы выборов в Иране. Сотрудники СД прекрасно понимали, какую роль отводится им на оккупированных территориях в осуществлении изуверских планов гитлеровцев о физическом уничтожении порабощенных народов. С этой точки зрения характерен предъявленный советским обвинением трофейный немецкий документ, запаченным войсками польской армии в СД блокштейле в Могильна, Польша, некий начальник блокштейле Гауптурм и Шурер СФ, в этом письме, адресованном осведомителем СД, доводит до их сведения речь Гиммлера от 15 марта 1940 года, в которой тот требовал от комендантом концлагерей, размещенных в Польше, чтобы они сначала использовали квалифицированных польских рабочих в системе военной промышленности концлагерей, а затем истребили всех поляков. Кауптурм-Шурер СФ из Могильна, поэтому требовал в свою очередь от всех доверенных лиц осведомителя СД составления поименных списков поляков, кажущихся им опасными с целью последующего физического истребления этих лиц. СД являлась одним из важнейших звеньев изуверской эсэсовской полицейской машины германского фашизма. Это был аппарат сыска и осведомление, растирающийся над всей территорией как Старого Рейха, так и всех временно оккупированных районов и стран. В определенные моменты именно сотрудники СД возглавляли наиболее жестокие полицейские мероприятия гитлеровцам. Поэтому советское обвинение, опираясь на бесспорные доказательства, считает, что преступной должна быть признана вся система СД. Генеральный штаб и Верховное Главнокомандование вооруженными силами. В ходе настоящего судебного процесса со стороны некоторых подсудимых, защитников и свидетелей защиты из числа генералов гитлеровской Германии делались неоднократные попытки представить германское военное командование и генеральный штаб как органы, руководствовавшиеся в своей деятельности основным и единственным принципом выполнения солдатского долга. Высшие германские военные органы были будто бы далеки от преступной политики гитлеровского правительства, не участвовали в решении политических вопросов, а ограничивали свою деятельность исключительно выполнением приказов Верховного Главнокомандующего в области сугубо военных мероприятий. Высказывалось мнение о том, что германский генеральный штаб, присуществовавший в гитлеровской Германии структуре военного аппарата, представлял собой не более не менее как подобный технический орган. Наконец, делались неоднократные попытки, и это вполне понятно, всеми способами отгородить военное командование от деятельности немецких полицейских органов СС. Всякому, кто сколько-нибудь следил за политическим развитием Европы после Первой мировой войны, хорошо известно, что офицеры и генералы Кайзера сразу же обнаружили готовность повторить проигранную игру. Обвиняя в военном разгроме Германии кого угодно, только не себя, они создавали нелегальные военные организации, вели мечту о реванше и готовы были продать свою честь и шпагу любому политическому проходимцу, который не постесняется затеять новую мировую бойню. В духе этих традиций воспитывалось и новое поколение офицеров. И не случайно их будущий вождь Адольф Гитлер из небытия появился на политической арене при прямой моральной и финансовой поддержке Рейсфера. Они, за малым исключением, с энтузиазмом пошли за этим авантюристом, когда он, захватив власть, немедленно приступил к вооружению Германии. Шванливые прусские генералы преклонились перед ефрейтором Гитлером, ибо они понимали, Гитлер — это война. Позорная история гитлеровской военщины позорно и завершилась. Хельдмаршалы Брау, Хичмилх, Манштейн и другие пришли сюда под охраной солдат союзной армии, чтобы лже свидетельствовать по собственному делу перед лицом международного военного трибунала. Нам довелось увидеть странное превращение. Волки стали овцами. Не знаю, на каких наивных людей рассчитывал, например, Браухич, представляя себя убежденным пацифистом. Ведь если ему поверить, он, будучи главнокомандующим с сухопутными силами, ничего не знал о планах агрессии, о подготовке военного вторжения в Австрию и Чехословакии и постоянно назойливо уговаривал Гитлера не воевать. Такой неуклюжей защитой можно ввести в заблуждение только самого себя. Я позволю себя вкратце остановиться на доказательствах, опровергающих ухищрения и уловки защиты, которые преследуют единственную цель замаскировать и преуменьшить масштабы и характер преступной деятельности германских руководящих военных органов. Преступление против мира из представленных трибуналу доказательств несомненностью вытекает, что генеральный штаб и верховные главнокомандования вооруженными силами в полной мере были осведомлены о преступных планах агрессии гитлеровского правительства. Разделяли эти планы и активно участвовали в их разработке и осуществении. Агрессивные и человеконенавистнические планы гитлеровских заговорщиков стали известны в Германии каждому немцу уже со времени появления в свет Майнкамп, они широко пропагандировались и распространялись из одна в день из месяца в месяц. Эти планы с самого начала получили признание со стороны военных руководителей Германии, которые впоследствии отдали свой военный опыт и знания на службу гитлеровскому государству. Я, однако, не намерен углубляться в истории гитлеровского государства и его военной машины для того, чтобы устанавливать сейчас, когда и при каких условиях возникла и зародилась преступная деятельность германских руководящих военных кругов. Я хочу только напомнить о некоторых важнейших доказательствах относящихся уже к периоду начала войны. Еще 23 мая 1939 года на совещании в новоимперской канцелярии с высшими военачальниками Гитлер заявил речь идет не о Данцике, речь идет для нас о расширении жизненного пространства на восток. Таким образом отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу и остается решение напасть на Польшу при первой возможности. Развивая в присутствии высших германских офицеров и генерала свои политические и военные планы, Гитлер на совещании 23 августа 1939 года в Оберзальцберге говорил, на первом плане уничтожение Польши. Если и на Западе разразится война, на первом плане остается уничтожение Польши. Для пропаганды я дам повод к развязыванию войны безразлично, будет ли это правдоподобным или нет. На совещании главнокомандующих 23 ноября 1939 года Гитлер говорил своим ближайшим военным советникам. В основном я не для того возродил вооруженные силы, чтобы они бездействовали. Решение действовать всегда жило во мне. Раньше или позже я хотел разрешить проблему. Вынуждено получалось так, что восток на ближайшее время выпал. Это ли не свидетельство того, что Гитлер не делал из своих преступных планов секрета для высших военных руководителей гитлеровской Германии. Еще более убедительным в этом смысле являются военно-оперативные документы германского командования, в которых в циничной форме излагаются преступные агрессивные цели гитлеровского правительства. В директиве Гитлера 30 мая 1939 года в реализации плана ГРЮН предусматривающего захват Чехословакии указывалось. Моим непоколебимым обещанием является то, что Чехословакия в ближайшем будущем должна быть разбита в результате одного военного акта. Самым благоприятным военным и политическим отношением моментом является молниеносный удар на почве какого-нибудь инцидента, которым Германия будет спровоцирована в самой резкой форме и который морально оправдает военные мероприятия в глазах хотя бы части мировой общественности. Или директива от 27 марта 1941 года в Азафате Югославии, которая предусматривалась даже в том случае, если Югославия заявит о своей лояльности, ее следует рассматривать как врага и вследствие это разгромить так скоро, как это будет возможно. Своего апогея эта циничная откровенность достигает в немецко-военных оперативных документах, касающихся подготовки нападения на СССР. В инструкции АКВ об особых областях от 13 марта 1941 года, то есть еще задолго до нападения на СССР, прямо указывалось, западываемые во время операции русской области, как только это позволит в ход военных действий, должны превращаться в соответствии со специальным инструкциям в государство собственное правительство. В указаниях о применении пропаганды в районе Барбароса, изданных АКВ в июне в месяце 1941 года предусматривалось, что пока не следует вести пропаганды, направленные на расчленение Советского Союза. Наконец, документ 21 от 18 декабря 1940 года, зашифрованный под названием Плана Барбароса. Конечной целью операции является отгородиться от Азиатской России по общей линии Архангельс-Волга. Бывший генерал-фельдмаршал германской армии Фридрих Паулюс дал здесь в суде исчерпывающее объяснение этой конечной цели, которой преследовала гитлеровская Германия в войне против Советского Союза и которая была известна всему руководящему составу германских вооруженных сил. Об этом с не меньшей убедительностью свидетельствует оглашенный здесь в суде моим американским коллегой приказ бывшей командующей 11-й германской армии генерал-фельдмаршала фон Маннштейна, в котором он, излагая политические цели войны против Советского Союза в духе указаний Гитлера недвусмысленно оповещает своих подчиненных о том, что задача нападения на Советский Союз состоит в уничтожении существующей в нем политической системы государственного руководства. Странно звучать после всего этого слова гитлеровского генерала фон Маннштейна о том, что он был только солдатом, не осведомленным о политике гитлеровского правительства. Этот приказ показывает не только осведомленность генералов в политических целях войны, но и полное одобрение этих целей. Да иначе и не могло быть. Что мог сделать Гитлер и его клика, если бы военные специалисты генералитет немецкой армии не одобряли его планы? Непосредственное участие германского генерального штаба в этом преступлении. В гитлеровской Германии действительно существовала специфическая структура военного аппарата. Наряду с ОКВ действовал генеральный штаб сухопутных войск, а также штабы военно-воздушных и военно-морских сил. Штабы отдельных родов войск разрабатывали каждый в сфере своей компетенции соответствующие части общих агрессивных планов гитлеровских Германии, а ОКВ координировал и объединял эту деятельность отдельных родов войск. Поскольку решающая роль в осуществлении агрессивных планов возлагалась на сухопутные войска, с их многочисленными и мощными танковыми силами, главенствующее место в подготовке агрессивных мероприятий, гитлеровское правительство естественно занимал германский генеральный штаб. Таким образом, существовавшая в гитлеровской Германии структура военного аппарата ни в коей мере не исключала, а наоборот предполагала самую активную роль генерального штаба в разработке, подготовке и осуществлении преступных агрессивных планов гитлеровского правительства. Для характеристики практической роли германского генерального штаба в разработке и подготовке агрессивных планов гитлеровской Германии, я сошлюсь на некоторые факты. Я напомню вам, господа судей, заявление бывшего генерала фельдмаршала Фридриха Паулиса, подтвержденное им здесь в суде, Паулюс сообщал, при моем поступлении на службу в АКХ 3 сентября 1940 года я среди прочих планировок застал там еще незаконченный предварительный план нападения на СССР, известный под условным названием «Барбаросса». Начатая в августе 1940 года разработка предварительного плана «Барбаросса» закончилась проведением двух военных игр. Двух военных игр под моим руководством в главной квартире АКХ в Цессене. Что, не слышно? Разве кому-нибудь, может быть, теперь не ясно, что германский генеральный штаб являлся наряду с ОКБ создателем преступного плана «Барбаросса». Не менее активная роль принадлежала германскому генеральному штабу в подготовке других агрессивных планов гитлеровской Германии. Не может вызвать никаких сомнений то, что в разработке преступных агрессивных планов германскому генеральному штабу наряду с ОКБ принадлежала решающая роль военные преступления и преступления против человечности. Германские вооруженные силы и их военачальники совершали самостоятельно или во взаимодействии с германскими полицейскими органами бесчисленные злодеяния на оккупированных территориях. Простое перечисление документальных доказательств, разоблачавших злодеяния, совершенные немецко-фашистскими западчиками на оккупированных территориях, заняло бы слишком много времени. Поэтому я сошлюсь лишь на отдельные доказательства, подтверждающие, что военные преступления и преступления против человечности совершались немецкими вооруженными силами плановерно, в массовых масштабах. Были заранее организованы и в них участвовали все звенья германской военной машины от фельдмаршалов до солдатов. Достаточно вспомнить распоряжение подсудимого Кейтеля от 13 мая 1941 года о применении военной подсудности в районе Барбароса и об особых мероприятиях войны, которым предписывалось применение самых крайних мер, для чего германских офицерам представлялось право расстрела без суда и которым устанавливалась безнаказанность немецких военнослужащих за их преступления, совершенные в отношении мирного населения. Или распоряжение тоже подсудимого Кейтеля от 16 сентября 1941 года, которым он предписывал германским войскам иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, в которых это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. Можно также указать на приказы ОКВ об уничтожении советских военнопленных, комиссаров, о клеймении советских военнопленных, приказы подсудимых Геринга об уничтожении взятых плен летчиков союзных армий, о разграблении оккупированных территорий, угоне мирного населения в Германию на принудительный труд, приказ подсудимого Деница, запрещающий спасать людей с тонущих кораблей, приказ бывший генерал фельдмаршала Рейхенавла о поведении войск на востоке и многие другие. Все они приобрели теперь уже нарицательный смысл. Эти преступные приказы не оставались приказами на бумаге, как это пытались представить здесь некоторые свидетели, вводя фон Раукича или фон Монштейна. Они с немецкой пунктуальности притворялись в жизни. Трибунал выслушал показания свидетеля, бывшего генерал-майора медицинской службы германской армии Вальтера Шрайбера. Шрайбер являлся ученым-бактериологом, рассказал о планах гитлеровских заговорщиков использовать в войне в качестве оружия смертоносной бацилы чумы. Он сообщил, как зарождалось и осуществлялось это преступление, вдохновителями которого были германские верховные командования и германский генеральный штаб подсудимый Герман Герн и Вильген Кейтер. Только выход наступающих частей Красной Армии, границам Германии, сорвал этот преступный план гитлеровской военной крики, осуществление которого угрожало новым и страшным бедствием, опустошением всей Европы. Гитлеровское тотальное государство широко использовало взаимодействие отдельных своих звеньев. И не случайно при этом особое внимание было уделено на обеспечение взаимодействия военно-аппаратов гитлеровской Германии с другими немецкими государственными органами. ОКВ было представлено во многих германских министерствах так называемыми офицерами связи, в то же время многие министерства имели своих представителей ОКВ. Особенно широко подобное взаимодействие было использовано в деятельности немецких военных и гражданских властей на оккупированных территориях. Но если гитлеровские военно-начальники под давлением у них вынуждены были признать свои связи, например, с министерством иностранных дел или министерством восточных оккупированных территорий, то они наотрез отказываются признавать свои связи с германской государственной полиции и СС. Это понятно. Одно наличие подобной связи само по себе разоблачало бы их участие в многочисленных злодеяниях на оккупированных территориях. Поэтому я считаю себя обязанным доказать существование связи между германским военным командованием и германской государственной тайной полицией и другими политическими органами. Возникновение этой связи относится к периоду еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В инструкции об особых областях, изданной АКВ 13 марта 1941 года и подписанной подсудимой Гейтелем предусматривалась необходимость согласованных действий на оккупированных территориях между Рейхсфюрером СС и командованием армии. Свидетели Вальтер Шеллендер и Отто Оллендорф, бывшие руководители германского имперского управления безопасности, в своих показаниях на суде сообщили, что еще в мае 1941 года во исполнении указаний ОКВ представители ОКХ, генерал-квартирмейстер Вагнером и начальником полиции и безопасности СД Гейдрихом было заключено соглашение, предусматривающее организацию и порядок деятельности в составе германских вооруженных сил специальных оперативных групп полиции и безопасности СД. Во время перекрестного допроса на суде свидетеля фон Браухича он подтвердил, что был осведомлен о соответствующих переговорах между Вагнером и Гейдрихом. Поличие и характер деятельности оперативных групп полиции и безопасности СД в составе германских вооруженных сил подтверждается рядом документальных доказательств. В отчете оперативной группы А полиции и безопасности СД по состоянию на 15 октября 1941 года указывалось, В нашей задачи входило установить личный контакт с командующими начальными тыла. Нужно отметить, что отношения с армией сложились самые лучшие, в некоторых случаях близкие, почти сердечные, как, например, с командующим танковой группой генерал-полковников Гопнер и так далее. И далее, с самого начала наступления на восток стало ясно, что специальная работа полиции и безопасности должна распространяться не только на район тыла, но и на район главных действий. Из письма генерального комиссара Белоруссии Палача Кубе под 1 ноября 1941 года, в котором даже он выражает возмущение преступными действиями полицейских органов в городе Слуцци, видно, что 11-й полицейский батальон, проводивший массовые расстрелы евреев в этом городе, находился в непосредственном подчинении военного командования. И от приказов Геринга, Дениса, его для Кейтера, от преступного соглашения Вагнера и Гейдриха, от приказов Райхенау и Манштейна проложен кровавый след к бесчисленным злодеяниям немецких войск и оперативных групп полиции и безопасности на оккупированных территориях. Кровью миллионам невинных жертв оборудованы не только руки немецкого солдата Кнителя и оберги фрейтера Курта, но и руки фельдмаршала немецкой армии. Гитлеровская военная машина, возглавленная верховным главнокомандованием, вооруженными силами и германским генеральным штабом, являлась решающей силой, с помощью которой замышлялись и осуществлялись все преступные агрессивные планы гитлеровского правительства, все военные преступления и преступления против человечности. Германское верховное командование и германский генеральный штаб являлись таким образом одной из важнейших организаций по осуществлению преступного заговора гитлеровской клики, а высшие военные начальники германских вооруженных сил активными участниками этого заговора. В результате судебного следствия я считаю полностью доказанным преступный характер этой военной организации. Правительственный кабинет, правительство. Я перехожу к последней из организаций, подлежащих объявлению преступными, правительственному кабинету, который занимал особо выдающееся место в системе фашистской диктатуры. Приложение Б к обвинительному акту содержит подробный перечень лиц, которые составляли правительство и на которых в силу этого возлагается ответственность за совершенные гитлеровцами преступления, перечисленные в разделах первом, втором, третьем и четвертом обвинительного акта. На протяжении девяти месяцев трибунал рассматривал доказательства чудовищных преступлений нацистов. Мы слышали здесь о преступлениях полиции и эрмахта, эсэсовцевых гестапо, имперских наместников и имперских комиссаров оккупированных территорий, различных фюреров и лейтеров. И мы можем со всей категоричностью заявить, что планомерность и однородность преступлений, единство способов и методов их совершения свидетельствует о том, что эти преступления направлялись и совершались по указаниям одного центра. Нити всех этих многочисленных и многообразных преступлений ведут к банде фашистских заговорщиков и к преступному гитлеровскому правительству. В этом свете совершенно неубедительным является заявление защиты и подсудимых о том, что при Гитлере совет министров был только техническим аппаратом, лишенным реальной власти. Действительно министры не только сами разрешали отнесенные к их компетенции вопросы, но вместе с тем являлись исполнителями воли Гитлера. Верно и то, что окончательное решение официальных и неофициальных обсуждений и совещаний принимал Гитлер. Но наряду с этим нельзя забывать и того факта, что каждый из гитлеровских министров был фюрером в своем ведомстве и своими советами, представляемыми материалами, проектами, законом и приказом весьма существенно влиял на принимаемые Гитлером решения в отношении вопросов затрагивающих деятельность нескольких ведомств. Нельзя также не учитывать, что воля Гитлера полностью соответствовала личным взглядам и убеждениям его министров. Они были нужны Гитлеру в такой же степени, как и Гитлер был нужным. Геринг, Фрик, Розенверк, Нейрот, Шпейер, Фунт и другие немыслимые без Гитлера равным образом Гитлер немыслим без них. Под руководством Гитлера они активно участвовали в разработке фашистского заговора и каждый из них в роли отведенной ему общим преступным планом, определяющим деятельность буквально всех ведомств сознательно и активно выполнял этот план. Будучи руководителями соответствующих центральных ведомств Гитлеровской Германии, финансовой экономики, юстиции, путей сообщений и так далее, они обладали в период 33-45 года всей полнотой законодательной, исполнительной, административной и политической власти. И эту власть они использовали на осуществление преступных планов за факт от чужих территорий, истребление рас и народу, установление мирового господства. А чтобы облегчить выполнение этих преступных планов, они в первую очередь захватили и драконовскими мерами поддерживали власть над немецким народом и немецким государством. Волна фашистского террора прокатилась по всей Германии еще до прихода Гитлера к власти и особенно усилилась после того, когда в 33-м году он стал канцлером, а подсудимый Фрик Папин Нейрот министрами имперского правительства. Используя свое пребывание в составе правительства, эти фашистские министры полностью легализовали террор штурмовых отрядов нацистской партии и подготовили последующий зафат власти, используя для этого организованный подсудимым Герингом поджогры и стага. Немедленно после зафата фашистской власти 24 марта 33-го года издается закон о защите народа государства, которым имперскому правительству помимо Рейхстага предоставляется право законодательства. 26 мая 33-го года имперское правительство издает указ о конфискации собственности коммунистических организаций, а 14 июня того же года конфискуется собственность социал-демократических организаций. 1 декабря 33-го года преступное имперское правительство за подписью Гитлера и подсудимого Фрико публикует закон об обеспечении единства партии и государства. Продолжая ликвидацию демократических институтов имперское правительство в 34-м году с законом о реконструкциях империи отменяет демократические выборы в центральные и местные представительные учреждения. Рейхстаг превращается в фашистское учреждение, не имеющее никакого реального значения. С законом от 7 апреля 33-го года и другими все государственные служащие, в том числе и судьи, замеченные когда-либо в антифашистских настроениях или в принадлежности к левым организациям, а также евреи были уволены со службы и заменены фашистами. Согласно основным положениям немецкого закона о чиновниках от 26 января 37-го года внутренняя связь чиновника с партией является предпосылкой для его назначения на должность. Чиновник должен быть исполнителем воли национал-социалистского государства, руководимого НСДАП. Проведение полной фашизации аппарата государственной власти в Германии позволило гитлеровским заговорщикам использовать его в дальнейшем как послушное оружие для осуществления всех своих преступных планов. Для внедрения фашистской идеологии и обмана населения в Германии гитлеровское правительство проводит ряд мер. 1 мая 34-го года создается министерство образования, которому поручается воспитание учащихся в духе милитаризма, расовой непримиримости и извращенного фашистскими бредовыми идеями представления о действительности. Такого рода задачи выполнял также имперский руководитель молодежи и подведомственные ему органы. Отменяется свобода личности, слово и печать, уничтожаются свободные профсоюзы, собственность их конфисковывается, а большинство руководителей заключается в тюрьме. Для террористического подавления всякого сопротивления правительством создаются гестапо и концентрационные лагеря. Без всякого суда и предъявления какое-либо конкретное обвинение арестовывается и истребляется сотни тысяч людей по одному подозрению в антифашистских настроениях. Защита пытается заверить, что члены имперского правительства не участвовали в издании позорных нюрнбергских законов о расовой дискриминации евреев. Между тем, нюрнбергские законы содержали специальные поручения двум членам имперского правительства, Гессу и Фрику, разработать и издать дополнительные декреты в развитии этих законов. И эти законы были изданы Гессом и Фриком. Тот же Фрик совместно с Функом действуя по поручению Геринга издал 3 декабря 1938 года декреты о ликвидации еврейской собственности и ряд других. В любом государстве правительство несет ответственность за все законы, изданные в период нахождения его во власти. Трибунал имел возможность подробно рассмотреть всю деятельность гитлеровского правительства, направленную к подготовке и развязыванию агрессии. Мне нет необходимости напоминать о захвате Австрии и Чехословакии, нападении на Польшу, Югославию, Советский Союз. Многочисленные документы, представленные трибуналу, подтверждают, что со стороны гитлеровского правительства было сделано все для удержания в своих руках захваченных территорий Франции, Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Голландии, Бельгии и других стран, так же как и части территории СССР. Только мощные удары Красной Армии и армии союзных государств не дали возможности фашистским заговорщикам осуществить эти злодейские планы. Деятельность гитлеровского правительства привела к войне, унесшей миллионы человеческих жизней и причинившей неисчислимый материальный ущерб и неизмеримые страдания многим народам. Гитлеровское правительство отвечает так же за все военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены немецкими войсками и немецкими властями в ходе военных действий. Многочисленные доказательства, прошедшие перед судом, достаточно ясно показали, что гитлеровская Германия готовилась к ведению войны с самым беспощадным путем с полным преднабжением к законам и обычаям войны. Военные преступления и преступления против человечности совершались не только в отношении вооруженных сил, объединившихся против фашистского агрессора свободолюбивых народов, но также и против ни в чем не повинного мирного гражданского населения. Еще до вероломного нападения на Советский Союз, правительство гитлеровской Германии тщательно разработано планы чудовищного истребления передовой части советского народа. Опубликованные в свое время чрезвычайные государственные комиссии сообщения о немецко-фашистских злодеяниях в Новгороде, Ставрополе, в Орле Сталина, Смоленске, Киеве и других городах установили существование продуманной системы преднамеренного массового истребления немецкими оккупантами, военнопленных и мирных советских граждан. Все подсудимые члены гитлеровского правительства лицемерно утверждали, что о неслыханных зверства гитлеровцев в концентрационных лагерях, о диком произволе эсэсовцев, о бесчинствах немецких властей на временно оккупированных немцами территориях, они якобы узнали только на настоящем процессе, но эти утверждения явно лживы. Об этих фактах знал в той или иной мере каждый немец, об этом передавали радиостанции всего мира. О возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных и мирных советских граждан было доведено до сведения всего мира в нотах народного комиссара иностранных дел СССР, Молотова, 25 ноября 1941 года, 27 апреля 1942 года. Несмотря на то, что нарушение самых элементарных требований международного права и человеческой морали, которые допускались немецкой армии и немецкими властями, стали известны имперскому правительству из названных нот преступное попрание закона и обычаев войны продолжалось и в 43-45 годах. Следовательно, все эти преступления творились сведомо и по прямым указаниям гитлеровского правительства. Разве Розенберг не получил служебную записку Ламерса, у которой указывалось, что в отношении советских военнопленных Женевская конвенция не действует? Разве не был разослан министром циркуляр партийной канцелярии за подписью подсудимого Бормана с директивой о жестоком обращении и надругательстве над советским военнопленным? Разве Министерство внутренних дел, Главное управление имперской безопасности, гестапо, тюрьмы и концлагеря не являлись органами германского правительства? Она должна в полной мере нести ответственность за совершенные этими фашистскими государственными органами злодеяния. Гитлеровское правительство всячески пытались отгородиться от эсэсовцев, будучи изобличены, каждый раз придумывали новые версии, одна лживая другая. Розенберг, Нейрот, Фрик, Франк, Риббентроп и прочие министры были генералами эсэс ЭСА. Это обстоятельство имело отнюдь неформальное значение, в чем можно убедиться хотя бы из письма подсудимого Гиммлеру от 23 июля 1940 года, представленного на суду Советского Бюджета. Министр Розенберг пытался заверить в суд, что он также не знал о злодейских приказах министра. Но именно Гиммлер, предписывая с 7 сентября 1943 года фюрером СССР проведение совместно с военным командованием тотального разрушения областей Украины, специально позаботился о том, чтобы об этом приказе был информирован рейхсминистр по восточным оккупированным территориям Розенберг. Министр Геринг разослал 8 марта 1940 года высшим имперским властям преступную директиву об обращении с гражданскими рабочими и работницами польской национальности в империи. Министр Фран, как об этом неоднократно отмечал в своем дневнике, получает директивы от Геринга об угоне в немецкое рабство любыми способами сотен тысяч поляков. Министр Шпейер, Розенберг, Кейтель, Фунг, Зайсинквард и другие изобличили на суде в даче директив разработки мероприятий по использованию принудительного труда военнопленных и мирных жителей зафаченных немцами территорий. Никто другой, как министр Розенберг одобрил мероприятие армейской группы ЦЕНТ о захвате 40-50 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет с советской территории и доставки их в Германию. Разве эти примеры не свидетельствуют о преступлениях гитлеровского правительства? Документально установлено, что планомерно организованное ограбление захваченных немцами территорий проводилось по официальным директивам и указаниям гитлеровского правительства и отдельных его членов. В директиве министра Геринга о плановом грабеже на оккупированной советской территории так называемая зеленая папка Геринга. Деятельность грабительского инзадштаба и батальона особого назначения министров Розенберга и Риббентропа по разграблению культурных ценностей и памятников искусства. Действия министров Функа и Шпейера разве недостаточны для вывода об участии гитлеровского правительства в разграблении захваченных немцами территорий? Имперское правительство Германии отвечает за разграбление государственной, общественной и частной собственности, за разрушение и расхищение культурных ценностей на временно оккупированных гитлеровцами территориях. Только СССР действиями оккупантов причинен материальный ущерб в сумме 679 миллиардов рублей. Члены имперского правительства несут ответственность за принудительную германизацию западшенных немцами областей. Именно имперские министры Герн, Фрик, Гес, Ламерс подписали указ о включении четырех западных провинций Польши в состав Германии. Никто иной, как министр Фрик, инструктируя имперского наместника Рейнера, говорил, ваша главная задача будет состоять в том, чтобы новые области Югославской Каринтии и Верхней Крайны включить полностью в состав Германской империи. Так как без создания стены немецких людей, каждое здание управления, как бы оно ни было, хорошо рухнет раньше или позже. Ваша задача, партийный товарищ Рейнер, состоит в том, чтобы эту область вновь и вполне сделать немецкой. Достаточно вспомнить соглашение министра Гиммлера об организации разведывательной службы за границей, соглашение Гиммлера-Бормана с министром юстиции Тирахом об усуществлении особых массовых полицейских мероприятий по уничтожению евреев, цыган, русских, украинских, поляков, чехов, под видом так называемых асоциальных элементов, письмо министра Ламерса 4 июня 44-го года на имя министра Тираха о непривлечении к ответственности виновных в убийстве приземлившихся союзных летчиков, письмо министра Кейтера, министра иностранных дел об обращении союзными летчиками, чтобы представить себе бандитское правительство. 4 февраля 38-го года Гитлер создал тайный совет министров, в следующих словах показав его назначение. «Для помощи мне, советам и по вопросам внешней политики я создаю тайный совет». Председателями тайного совета Гитлер назначил Нейратов, а членам Риббентропа Геринга, Гесса, Геббельса, Ламерса, Браухи, Чаредера и Кейтера. 21 мая 35-го года Гитлер создал имперский совет обороны. 30 августа 39-го года Гитлер реорганизует совет по обороне государства, совет министров по обороне Германской империи, назначив председателем этого совета министра Геринга, а членами министров Гесса, Фрика, Функа, Кейтера и Лануса. На заседании 23 июня 39-го года председатель этого совета Геринг подчеркнул, что совет обороны империи является решающей корпорацией в империи по вопросам подготовки к войне и что заседание Совета обороны созывается для принятия самых важных решений. Не оборона, а нападение, подготовка к агрессивным воинам была задачей этого совета. В подготовке к войне принимали участие не только члены имперского совета обороны, но и все остальные министры. Так, на заседании Совета 23 июня 39-го года принимали участие наряду с Герингом, Функом, Фриком, Гиммлером, Кейтелем и Ланусом, министры, Шверн, Крозин и другие. На этом заседании планировалось не только использование военной промышленности труда военнопленных и населения захваченных территорий, но и труда заключенных и даже количество заключенных во время войны. В протоколе указывается генеральному полномоченному по экономике, то есть Функу, поручается определить ту работу, которую должны будут выполнять военнопленные, а также лица, остающиеся в тюрьмах, концлагерях и на каторге. По сведениям Рейсфюрера СС, во время войны в концлагерях будет находиться значительно большее количество людей, по предварительным данным мастерских внутри концлагерей будет занято 20 тысяч заключенных. На этом заседании упоминались директивы по сотрудничеству между АКВ и генеральному полномоченному по экономике, а в 3 мая 1939 года, при подготовке предприятий военного хозяйства к войне, обсуждались планы этой тайной войны, были заслушаны специальные доклады начальника 5-го отдела генерального штаба, полковника Герке и министра путей сообщения Дортмюллера. Были ли осведомлены все члены имперского правительства об этих решениях? Безусловно, да. И это видно хотя бы из перечня адресатов, кому был разослан протокол заседания 23 июня 1939 года. Протокол заседания имперского совета был разослан заместителю фюрера, начальнику имперской канцелярии, председателю тайного совета министров, уполномоченному по 4-летнему плану, министрам иностранных дел, юстиции, внутренних дел, воспитания и народного просвещения, экономики, по делам церкви, питания и сельскохозяйства, труда, финансов, путей сообщений, почты, директоратуры из банка и так далее. Одно то обстоятельство, что большинство членов имперского правительства является подсудимыми на настоящем процессе, предрешает вопрос о характере данной организации. Я считаю, что виновность германско-гитлеровского правительства в тягчайших преступлениях полностью доказана, и оно должно быть признано преступной организацией. Господа судьи, для осуществления задуманных ими злодеяний главари фашистского заговора создали систему преступных организаций, которой была посвящена моя речь. Ныне те, кто поставили целью завладения миром и истребления народом, с трепетом ждут горядущего приговора суда. Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских идей, главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворили в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков. На полях битв человечество уже вынесло свой приговор к преступному германскому фашизму. В огне величайших в истории человечества боев, героической красной армии и доблестными войсками союзников были не только разгромлены гитлеровские орды, но утверждены высокие и благородные принципы международного сотрудничества, человеческой морали, гуманные правила человеческого общежития. обвинение выполнило свой долг перед высоким судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. да свершится же над всеми фашистскими палачами суд народов справедливый и суровый.